Музыка Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, друзья! Свою работу, тем более, что есть предложения по возможным выступлениям. Сегодня у нас несколько больше, чем в обычные заседания. Несколько больше народу, чем в обычные заседания. Вполне возможно, что это объясняется известным именем выступающего Игорем Ивлаунчем Евлампиевым. И названием той книги, которую он сегодня презентует. Неискаженное христианство. Его судьба в европейской истории. Сама по себе тематика перекликается, конечно, напрямую с названием нашего учебного учреждения Русской христианской гуманитарной академии имени Достоевского. Понятен интерес к теме, не только к автору книги, но и к теме в целом. Мы работаем как обычно. Игорь Иванович в пределах часа расскажет о главных идеях книги. После этого вопроса очень прошу вопрошающих именно вопроса ставить. Не объяснять, по каким причинам он ставит тот или иной вопрос. Что подвинуло его на это? А прямо. Посмотрим, как пойдет время. А после дадим возможность выступить тем, кто захочет выступить по поднятым в докладе проблемам, в презентации проблемам. Игорь Иванович, начинайте. Спасибо, Александр Александрович. Ну, да, день для меня торжественный, как день рождения почти. Потому что над этой книгой я работал больше 10 лет. Хотя первый ее вариант, журнальный, вышел еще в 2016 году. Но, тем не менее, за 8 лет она выросла в 2 с лишним раза и стала иной по тематике. Ну, начать я хочу с оправдания того, что мы это рассматриваем на семинаре, который называется «Русская мысль». Дело в том, что, конечно, я, как бы, моя исследовательская сфера, и, собственно, я известен больше как исследователь русской философии. Русская философия, исследовательская сфера моя. Но именно из «Русской философии» я и пришел в итоге к этой книге. То есть это все оправдано. И, кстати, в последней главе книги из четырех разделов три посвящены русским философам. Это Толстой, Достоевский и Корсавин. Еще ниже. Вся современная философия. Так, очень фрагментарно, но, мне кажется, все-таки емко представлены этими именами. Ну, это современная, в смысле, вот это не классическая, последняя эпоха. Потому что именно через русскую философию я для себя пришел к той концепции, которую я, вот сейчас перед вами буду излагать, которая в этой книге изложена. Это действительно концепция истории. Это концепция европейской истории, которая, ну, по сути, я рискну это сказать, альтернативно общепринятой. То есть мы, ну, поскольку я, понятно, увлеченный человек, исследователь, который предлагает свои идеи, я уверенно говорю, мы имеем ложную концепцию европейской истории. Потому что европейская история – это история европейской христианской цивилизации. Если мы неправильно понимаем христианство и его развитие на протяжении двух тысячелетий, его существования, то, конечно, мы имеем неправильную, ложную, по сути, концепцию истории европейской культуры и европейской философии. Ну, конечно, я ограничусь философией, да, все-таки, я философ, да. Но вот как раз поскольку все-таки вот эта проблема развития европейской философии неизбежно упирается в то, что все-таки на протяжении, ну, по крайней мере, 1900 лет, да, потому что до начала 20 века философия была европейской христианской, да, и только где-то вот, ну, с 18 века, ну, так радикально уже только в 19, в 20 веке вот этот отказ от христианства в философии произошел. Конечно, выстраивать историю европейской философии нужно, основываясь на четком понимании того, как устроено христианское основание философии, да. Ну, поэтому, вот, естественным образом, пытаясь разобраться в истории европейской философии, я пришел к необходимости разобраться в истории христианства, да. И таким образом эта книга родилась. Ну, теперь я все-таки сначала изложу саму концепцию, которую я в этой книге излагаю, а потом ее наиболее интересные проблемные части, да. Она состоит из двух частей, ну, первая фактически библеистическая, в первой части речь идет о первых, ну, по сути, двух веках существования христианства, где произошло вот самое драматическое, как бы, да. А дальше, вторая часть, она посвящена уже истории философии, начиная, ну, примерно с третьего века, с Оригена, да. Ну, точнее, с Валентина, но от Валентина ничего не осталось, поэтому, по сути, реально речь идет с Оригена, да, истории европейской философии. И до, вот, до Корсавина, условно говоря. Ну, конечно, фрагментарно, первая часть, первые тысячелетия, так и названа пятая глава, центральная глава в книге, это первые тысячелетия до европейского философского развития, это вот Оригена до Эриугены, да, Иоанна Скотта и Эриугена, и дальше уже более фрагментарно до XX века. Итак, вот, первая часть, по поводу христианства, что здесь главное? А главное, вот эта гипотеза, которая, собственно, не моя, это библеисты современные, понятно, это еще гипотеза не общепринята, потому что все-таки большая часть сочинений пишется в традиционном стиле, да, и здесь традиция, ну, даже, как бы, нарочито и тенденциозно подчеркивается, но, тем не менее, вот эта гипотеза, она существует, да, просто я, может быть, по-иному эти аргументы в ее пользу изложил и, по-своему, некоторые дополнительные аргументы, кстати, выдвинул, да, а гипотеза такая, что, на самом деле, представление о том, что, вот, было учение Христа, потом христианская церковь его развила по-своему, да, и боролась с ересами, очищая от ереси христианство, да, и благополучно нанесла его в историю, она неверна, то есть, просто это ложная концепция, да, в реальности дело происходило по-другому, да, начиная прямо с середины II века, но вот здесь очень важный сохранившийся памятник, это труд Ирины Ильонского, да, против ересей, значит, в середине XXII века, по сути, сложились две интерпретации учения Иисуса Христа, да, одну из этих интерпретаций позже христианская церковь объявила гностической ересью и, как она считает, благополучно к IV веку подавила, в реальности это две в равной степени, как минимум, да, я сначала мягкую версию гипотезу говорю, потом жесткую, значит, две версии, по крайней мере, равноправные, да, сейчас их принято в библистической литературе, но такой нетенденциозный, да, такой совсем уж, такой более-менее объективный, называть гностическим и ортодоксальным христианством, это две версии христианства, да, это никакой не ересь гностицизма, это версия христианства, но это мягкая форма, это гипотезы, я придерживаюсь в книге и доказываю более жесткой или сильной версии, да, что реально гностическое христианство, это и есть христианство, которое идет от самого Иисуса Христа, то есть, ну, если совсем прямо говорить, Иисус Христос был гностиком, да, исходно. А в середине II века в римской церкви причины, ну, может быть, я скажу, может быть, нет, это, кстати, всё невозможно сказать, да, ну, по причинам того, что исходное учение Христа было слишком элитарно. Это очень сложное философское учение, которое абсолютный акцент на человеке ставит, да. Даже не Бог главный здесь, а человек. Ну, если такую же современную, совсем версию, там, 19-20 века этой традиции брать, то, по сути, Бог – это глубинная сущность человека, вот так надо говорить, да. То есть, вот человек – загадочное центральное существо в этой вселенной, а Бог – это его внутренняя глубинная сущность, которую ему надо раскрыть, да, вот у нас задача – раскрыть в себе это божественное духовное начало, да. Это слишком элитарная религия и совершенно неподходящая для государства, для государства и для власти. Поэтому, естественным образом, в истории, конечно, оно было, по сути, возвращено в модель иудаизма, да, римская церковь, как бы, это элитарное и сложное учение превратило в традиционную религию, ну, в смысле, в религию, которая очень близка по смыслу к иудаизму, да. То есть, в неё обратно, то есть, учение Христа было исходно анти-иудейский характер носило, радикальный анти-иудейский характер, сейчас я скажу об её столько, да. А церковь вернула его к иудаизму. По сути, это иудео-христианство, то есть, там от иудаизма больше даже, чем от, собственно, вот этого исходного христианства самого Христа в этой модели, да. И она идеальна, иудейская религия на протяжении столетий, тысячелетий служила очень верно государству. Действительно такая религия, которая очень хорошо обслуживает государство. И, конечно, когда Константин там принимал эту религию, он это прекрасно, наверное, понимал внутренне. Поэтому эта дальше религия, она вот постоянно в сращении с государством и была, как его важный инструмент. А тут исторически это понятно, да, как бы причины, да. Но, как бы, вот исходно эти две линии существовали. Церковь действительно сумела побороть гностическое вот это христианство, то есть, общины исходные, как бы существовавшие подлинных учеников Христа. И к IV веку действительно эти общины исчезли, да. То есть, гностическое христианство в такой институциональной, собственно, церковной форме, ну, наверное, такая церковь и была. Ну, Катары, например. Катары же возродили там в XII-XIII веке вот эту, вот эту, как бы, гностическую исходную церковь, да. Ну, и она была подавлена. То есть, как бы, здесь церковь, безусловно, победила в общественно-религиозной сфере. Но очень быстро, поскольку само учение Христа вот в этой исходной гностической форме было сложным учением, оно, конечно, потребовало сложной философской разработкой. И мгновенно родилась традиция философской разработки этого учения. И вот, собственно, вторая часть моей монографии, собственно, как бы, ну, главная даже мысль монографии заключается в том, что, хотя церковь победила в сфере общественной институции, да, церкви гностической нету, и она действительно исчезла, то в сфере мысли и культуры, на самом деле, вот ситуация не так однозначна. И, собственно, все величайшие достижения европейской культуры и европейской философии связаны именно с гностической традицией христианской, да. Ну, в культуре это возрождение, это вот самый главный, только сразу наглядный пример. Возрождение это чисто гностическая эпоха, никакой там не античный идеал, не язычество, это тоже клеветанное возрождение. Это восстановление вот этого истинного гностического христианства. И вот возрождение показывает до какой степени богатым может быть культурная жизнь, творчество человека, когда это учение религиозное становится основой нашей жизни, да. Но все-таки главная тема моя не в культуре действия, а в философии. И вот здесь особенно интересно, да. И следующая мысль моя, что от Оригена, ну, до, ну, не Корсавина, конечно, Корсавин просто показательный тем, что он очень четко вот саму эту концепцию ключевую в истории, которая действовала, увидел, да. Наверное, если великих мыслителей брать, до Бергсона. Вот Бергсон, на мой взгляд, Анри Бергсон, начало XX века, это вот финальная стадия вот этой вот традиции, да. Хотя он совсем, казалось бы, не христианин, там, еврей по происхождению, чужд религиозных, как бы, взглядов. Но, тем не менее, вот, как бы, это все равно, это не важно. Вот эта абсолютная религия, абсолютное христианство там присутствует в ее системе. Так вот, от Оригена до Бергсона одна и та же философская система. То есть никакого многообразия, вот самая, может быть, резкая мысль, парадоксальная мысль у меня, как историк философии, никакого многообразия философских систем никогда не было. Уже Ориген нашел систему, абсолютно истинную и окончательную систему философии европейской. И дальше она в разных вариациях до Бергсона, ну, к Шопенгауэру, кстати, между прочим, очень важную роль тут Шопенгауэр играет, да, в этой системе. Фихте, Шопенгауэр, Бергсон, вот, наверное, последние формы этой системы, как бы, с разными вариациями, да. И у нее название есть, но оно не очень популярно, но тем не менее очень точное. Это мистический пантеизм, да. То есть вот гностическое христианство породило философскую традицию мистического пантеизма, и все, что относится к этой системе, это главное наследие европейской философии. Все остальное, это никакого большого значения в истории философской мысли не играет, да. Это просто отклонения, да, которые никак не могут претендовать на истину. Вот моя мысль. Ну и вот теперь давайте, исходя из этой концепции, я основные все-таки детали, да. То есть было гностическое христианство, оно было подавлено церковью в общественно-религиозном смысле, в смысле институции, это церковной, но в сфере мысли она, в конце концов, победила, да, там, в 19-20 веку, ну, после возрождения этот процесс сложно шел, и, кстати, важную роль еще романтизм немецкий играл, да, ну, вот, та философия, которая с ними связана, там, Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель, потом Шопенгауэр, Достоевский, великий гностический мыслитель, Соловьев, великий гностический мыслитель, ну, и 20-й век, Бергсон, там, ну, и, там, Хайдегера можно сюда отнести, все это разновидности вот одной и той же модели метафизической, да, мистического пантеизма. Все остальное в философии это второстепенные маргинальные вещи, да. Теперь вот я перехожу к некоторым таким проблемным пунктам, ну, или к тем, к тем идеям, которые действительно, вот, может быть, мною, как бы, проговорены впервые, я рискну сказать, да. Понимаете, тут любопытный факт получается, да, вот некоторые проблемы, над которыми историки или философы спорят, когда вот ты это целое увидишь, они вдруг становятся абсолютно тривиальными, то есть на них находится тут же тривиальный ответ, да, это поразительно, это всегда очень хорошо показывает, что вот эта целостная картина, она найдена верно, если из нее вот эти частные вопросы, которые непонятны просто из вот этого частного контекста, они сразу решаются однозначно. Ну, вот я только что доклад делал там на секции Платоновской конференции о Дионисе Реопогите, о Псевдо-Дионисе Реопогите. Абсолютно, как бы, естественно, получается ответ, что такое Реопогитики, кто их написал, зачем их написали в конце, там, пятого, начале шестого века, да. Ну, здесь я тоже кратко это сейчас скажу, да. Но давайте сначала. Итак, вот важнейшие пункты вот в этой концепции, которые, на мой взгляд, вот, ну, и доказывают ее с одной стороны, но и конкретизируют. Во-первых, откуда произошло учение Христа? Это первая, наверное, такая оригинальная мысль, но это не моя мысль, это я просто беру из литературы, но это абсолютно непопулярные и неизвестные мысли, да. Здесь я могу сослаться на такую, такая черная серия есть, издательство Восточной литературы издавало. В 90-е годы вышла книга под названием Мандеизм, да. Вообще говоря, в Европе открытие этой религии началось сначала, по-моему, XX века, но вот до нас дошло в конце XX, да, у нас эти работы переведены, да, есть сборник этих классических работ из первых исследователей Мандеизма, который доказывает, ну, по-другому назарейство, да, это, это, это ересь внутри иудаизма в первом веке до нашей эры, то есть вот как раз перед эпохой жизни Христа в иудаизме появилась радикальная анти-иудейская ересь внутри иудаизма, ну, такое бывает, да. В эпоху Христа её пророком и руководителем этой, как бы, ну, секты Назареев был Иоанн Креститель, да, и вот, как бы, собственно, оттуда и родился Христос. Христос Назарей, в Евангелиях он назван Назареем, да, и как бы ни пытались в церковной традиции переинтерпретировать это понятие, да, а это очень опасное понятие, если его понимать буквально, да, он просто принадлежал к этой еретической анти-иудейской школе, которой там практически весь иудаизм, за исключением нескольких первых пророков, отрицали эти, как бы, вот, такие странные еретики внутри иудаизма, и они гностики, это первая форма гностицизма ещё внутри иудейского гностицизма, да, но не буду уточнять, сейчас я, перейдя к философии, я скажу, что такое гностицизм, ну, вот в виде концепта, да, не буду пока, потому что, конечно, у каждой разновидности свои там детали и в разные эпохи, да, поэтому это пока не важно. Главное, что это, исследователи однозначно говорят, это первая форма гностицизма ещё дохристианского, иудейского, так вот, и Христос был пророком, ну, точнее, представителем этой Назарейской ереси и стал пророком, который сам из этой ереси вырос, но перерос её, то есть христианство это и есть развитие вот этой назарейской, внутри иудейской, ну, анти-иудейской ереси, да, это первый такой вот оригинальный концепт, который, и повторю, главным, ну, главным таким формальным, понятным аргументом является то, что его так и называют Назареем, да, Христос Назарей в Евангелиях, это сохранилось, да, и попытка это свести там к Назереям, Назереям там ветхозаветным, вот совершенно, и вообще есть теория, что и Назарет был придуман в церковной традиции город Назарет и рождение Христа в Назарете для того, чтобы как-то объяснить этот Назарей, переинтерпретировать его в Назаретянин, да, ну, огромная литература есть, эта гипотеза обсуждается, да, что никакого Назарета не было, а вот как бы только для того, чтобы этот термин скомпенсировать, очень опасный для, как бы, тех, кто ещё помнил тогда, как эту историю. Это первое, да. Второе, это, ну, здесь я хочу обратить внимание на поразительную гипотезу Фадея Феликсов-Зелинского, да, которую я активно использую в своей работе в заключении первой части, да, который вдруг пришёл к выводу, а он великолепный сток, 6 томов, капитальное исследование 6 томов античной религии, да, он от самых древних форм эллинской религии до христианства, да, ну, оно родилось в античности, потому что это последняя форма античной религии, он исследует античные религии и делает совершенно безапелляционный и фантастический вывод, это ложь, что христианство произошло из иудаизма, оно произошло из римской религии эпохи империи, да, культ императора, это прообраз, культ идеи Христа как сына Божьего, даже буквально он это пишет, да, но ложный прообраз, но который легко переинтерпретировать. Я эту идею использую, но, конечно, Зеленский не прав, что Христос сам, как бы, вот, из римской религии, это совсем нелепо, да, ну, он, правда, так не утверждает, там сложнее, да, но почему это важная идея? Эта идея помогает объяснить, почему христианство победило быстро в Римской империи, ведь оно до Константина победило, да, уже с 3 века фантастически по всей Римской империи распространилось. Зеленский совершенно правильно говорит, ну, как это могло быть, если бы эта религия выросла из иудаизма? Это религия мелкого народа, который абсолютно антагонистичен был империи, и в империи иудеев, в общем, не любили, мягко говоря, да, да, поэтому совершенно непонятно, почему религия, рождённая в этой, внутри этой иудейской среды, могла так фантастически быстро распространиться по Римской империи. Нет, это назарейская религия, а назарейский, назарейский иудаизм, то есть назарейский гностицизм иудейский, он очень, очень близок вот к вот этой религии Римской империи, да, но сам Зеленский сравнивает в этом смысле вот эту религию, поздней, точнее, ранней Римской империи, эпохи Августа, с философией Шопенгауэра, она совсем не похожа на древнегреческую религию, это тоже, кстати, один из мифов о том, что римляне просто скопировали свою религию с греков, ничего подобного, да, Зеленский целый том посвящает доказательству того, что это абсолютно оригинальная религиозная система, и она абсолютно резонировала вот с этим назарейством, да, вот ещё один такой интересный ход, да, распространение христианства по римской религии благодаря вот этому созвучию, да. Ну, это, да, и тогда, собственно, следующий момент, а в чём тогда заключается вот это искажение, которое римская церковь во II веке внесла в это учение, да, в этом, в самом учении Христа тогда, получается, главным было, ну, теперь вот, да, надо изложить, как бы, ядро этого учения, да, это Евангелие от Иоанна и Евангелие от Фомы, собственно, вот два памятника, Евангелие от Иоанна, ну, это известно, что оно гностическим мотивом, по крайней мере, пронизано, по сути, это гностический, конечно, памятник, и вот это пролог Евангелия от Иоанна, вот эти исследователи мандеизма, они все уверенно говорят, что это мандейский гимн древний, вставленный в Евангелие, да, пролог Евангелия от Иоанна, там слово было Бога, слово было Бога, это вот, это мандейский гимн, это один из аргументов в пользу вот этого происхождения из назарейства мандейизма, ну, два названия у этой религии, этой секты иудейской, да, Евангелие от Иоанна, оно вот буквально связано с этой традицией, да, только вот Евангелие от Иоанна, и Ангелия от Фомы главные памятники. Остальные, конечно, всё древнейшие. А в первом веке аутентичные, это вот эти. Так в чём тогда смысл учения Христа исходного? Он в том, что есть Бог, но Бог – это апофатическое, абстрактное божество, это абсолют. Он не имеет личности. Личность – это ограничение. Поэтому нельзя приписать Богу личность. Это абсолют, о котором ничего нельзя сказать. Христос так и говорит в Евангелии от Иоанна. Бога никто не видел никогда. Ну вот, я Бога проявил. Но этот абсолют приходит к существованию в нашем мире. Это человек. То есть единственный существующий Бог – это человек. А сам Бог в себе. Но это то, о чём нельзя вообще ничего сказать. Это абстрактный абсолют, который мы в себе, тем не менее, должны обнаружить, найти в неком философской рефлексии, в интуиции и так далее. Вот всё учение Христа. Это явленность человека как Бога. Ну и, соответственно, тогда бессмертие никакого не в Царстве Небесном, потому что ничего нету. Всё здесь. Есть Бог. И вот этот мир, который как бы из Бога проистекает. И мы, существуя в этом мире, бессмертную вечную жизнь имеем в этом мире. Отсюда бессмертие как по модели метампсихоза. То есть после смерти жизни не в другом мире, а в этом же мире, но в другом теле. То есть смерть – это трансформация тела без сохранения души. Вот это абсолютно естественная модель для такого рода религии. А в иудаизме как раз, там, где Бог вынесен за пределы земной действительности, там, конечно, есть и Царство Небесное, и рай, его мир. Есть наш мир, и есть мир Бога. Здесь никакого мира Бога нет, потому что Бог – это основание всего существующего. Такой мистический пантеизм в этом и заключается. Ну и вот тогда в церковной традиции по сути христианство было возвращено к модели исходной иудаизма. За счёт чего? За счёт трёх концептов. Концепция творения мира Богом из ничего известная. Сейчас я не скажу специально, потому что здесь очень важный мотив есть для философии. Потом концепция грехопадения в исходном учении Христа. Человек – божественный существует. Повторю, это Бог. То есть, собственно, Христос так и говорит «Я и Отец одно». А потом ученикам говорит «Я и вы одно». То есть, как бы, Христос – ученики одно и то же, но и, как бы, Христос, утверждая, что Он и Отец одно, как бы, каждый из нас тем самым, ну, из этих фраз двух Христа мы выводим, каждый из нас – это полное, адекватное явление Бога, и никакого Бога в этом мире существующего нет. Есть только, повторю, вот этот апофатический Бог, о котором ничего сказать нельзя. Здесь же, в иудаизме, Бог – это внешнее начало, которое управляет миром, и акт грехопадения, он нужен для того, чтобы абсолютно отделить мир от Бога и человека отделить от Бога. Мы – слабые, беспомощные существа, которые только с помощью закона и управления Богом можем в этом мире устроиться. И в этом смысле церковь необходима как проводник между Богом и миром, да, проводник закона, который нас, нам и управляет, и делает нашу жизнь хоть чуть-чуть, ну, как бы, устроенной в этом мире, да, и, соответственно, через исполнение закона мы получим Царствие Небесное, да. То есть человек – это беззащитное, бессильное существо, которое только волей Бога спасается и ведётся в рай, да. То есть здесь у человека отнимается активность, да, сила творческая, да, если в гностическом христианстве человек – Бог, и поэтому его божественность и должна быть проявлена. Но в конце концов, вот возрождение, последнее слово сказал, это творчество, да. То есть вот культурное творчество – это и есть реализация божественного начала. То есть здесь, в иудео-христианстве, в иудаизме, да, вот здесь, как бы, вот эта идея грехопадения, она делает человека слабым и бессильным. Это один из, кстати, маркёров, да, как человек понимается, как могущественное существо в этом мире или бессильное, да, вот все мыслители, о которых я сейчас скажу, они все вот, как бы, эту тему поднимают, да. Ну и тогда вот дальше идём, да, значит, вот эти два христианства ко II веку определились, и дальше что происходит? Повторю, в организационной форме церковь абсолютно побеждает ортодоксально, но в сфере мысли, вот здесь парадокс, да, все интеллектуалы той эпохи, они все гностики, да, как раз защитников церковного, ортодоксального христианства, нету интеллектуалов, поэтому все, кто дальше работает над философским оформлением учения, они все гностиками оказываются, даже когда они клянутся, что они ортодоксальны. Вот с Ригеном то же самое, он там буквально несколько раз в трактате начала говорит, я абсолютно поддерживаю церковное учение, даже он говорит, вот это, вот это всё правильно, вот только так, а потом говорит всё наоборот, уже от себя, да, то есть вот это знак того, что да, хотя контроль есть уже, вот это давление такое тоталитарное уже есть над мыслью, но интеллектуалы знают, где истина, и они продолжают, как это возможно, да, с использованием всех допустимых мер, в том числе компромиссов, и отсюда вот трудность интерпретации, потому что, ну да, вот он говорит, я сторонник церковного учения, да, вот это, вот это, вот это, вот это, я признаюсь церковного учения, но дальше-то он говорит прямо противоположное, понимаете, конечно, можно обратить внимание на эти слова и всё остальное отбросить, пожалуйста, он церковный мыслитель, это так салей, но мы же видим, как это устроен текст, да, здесь он говорит, опасаясь, ну, цензуры тогда не было, но преследование, да, а там в 19 веке Достоевский, тоже спор идёт, гностика он или нет, ну так цензура была церковная, мощная, как он мог сказать прямо, кто он такой, я же не мог этого сказать, да, вот всё время почему-то мы это забываем. Так вот, повторю, и в этом смысле первые мыслители, они все, они только гностики, да, Валентин выселит, от них ничего не дошло, вот Ориген, Ориген первый, который создаёт, вот подлинное начало европейской философии, вот этот мистический пантеизм. Ну, совсем кратко тут, я понимаю, что тут всё не охватить, в чём смысл этой системы, да, во-первых, Оригена уже Бог, это апофатическое нечто, которое не имеет личности, да, он там говорит где-то там о лицах, ну, повторю, если разбираться, как он одно говорит и как другое, ну, видно, одно он говорит, чтобы его не обвинили в ересе, там он там Валентина Маркиона ругает, да, тоже для виду, да, а другое он говорит от себя, да, ну, вот в книге детальный анализ, собственно, Оригену там чуть ли не 100 страниц, по-моему, даже с лишним посвящено, детальный анализ его трактата о началах, не знаю, мне кажется, я всё выстроил однозначно, да, апофатическое понимание Бога, да, да, из Бога выходит творящее начало Христос, оно ограничено, это ограниченное начало, Бог абсолютен, личное начало, которое творит, оно уже ограничено, это прямо сказано, это известно, это богословы обсуждают, почему такую странную вещь, смеются даже над некоторые православные историки над регеном, что вот он такой нелогичный, да, как можно Бога объявить ограниченным, конечно, он Бога творящего, Бога Христа, Логос объявляет ограниченным, но у него Логос одновременно и София, да, вот это как бы гностическая традиция понимать Софию как источник творения, у него сохраняется, и от него, кстати, идёт отождествление Христа и Софии, это абсолютно гностическая идея, да, таким образом София становится более легальным определением. Ну и тут я хочу заметить, что как бы очень часто, когда мы встречаем критику гностической традиции в истории, исследователи почему-то видят только гностический миф, да, и не видят гностической философии, это принципиально разные вещи, да, вот уже у оригена гностического мифа почти ничего не остаётся, гностический миф это представление о том, что вот из Бога выходит плерома совершенная, как бы совершенный мир, состоящий из ионов таких разумных живых существ, да, одним из этих существ является София, она порождает Демиурга, Демиург творит наш мир, то есть злого Бога, злой Бог это Демиург творит наш мир, и наш мир это ад, да, но каждый человек в нём вот связан с Богом Отцом, с высшим началом как бы Абсолюта, да, и в этом смысле выше этого мира, да, то есть мы по сущности выше этого мира, хотя подчинены этому Демиургу, да, это миф гностический, да, он красивый, он известный, его многократно в истории воспроизводили, но гностическая то есть традиция философии, основанная на гностическом христианстве, она быстро уходит от этого, да, ну как и христианская и христианские ортодоксальные мыслики, хотя единицы в истории их практически нет, потому что, повторю, по сути видно, что гностические концепции, они более глубоки, более мощные интеллектуально, да, и все настоящие интеллектуалы, конечно, они все рано или поздно приходили к этой гностической модели, ортодоксальная бедна, как бы, интеллектуалами, ну вот Августин Первый, но так это путанная нелогичная философия, да, исследователи сами заявляют, даже ортодоксальные видят там плашные противоречия, да, невозможно ортодоксальную модель мира построить философски строго, да, это очень быстро в истории выяснилось, да. Так вот, и у Оригина нет ни демиурга, да, и поэтому вот спор идет, гностик он или нет, ну нет у него демиурга, ну так и в христианстве, там, если взять мифологические модели, философские разработки, да, того же Августину, но они уже разные, да, поэтому здесь, как бы, мне кажется, надо увидеть вот эту быструю трансформацию этих концептов, да, поэтому что главное, вот постараюсь выявить, что главное тогда вот в этой гностической, философии мистического пантеизма, основанной на гностическом христианстве, во-первых, это идея, ну хочется сказать творения, но не творения мира, да, вот как раз я утверждаю, что никакой концепции творения мира из ничего нету, это фраза, есть фраза о том, что вот в ортодоксальной традиции Бог сотворил мир из ничего, нет философской концепции, ее невозможно создать, это почему, потому что здесь, как бы, ортодоксальные мыслители не рискуют прояснить статус этого ничто, потому что как только мы начинаем прояснять его философски, обязательно мы скатываемся к гностической традиции, то есть реально в истории существует только гностическая модель творения, в которой ничто укоренено в самом Боге как некое, ну, как Шерлин говорил, тёмное начало в Боге. Вот первая важнейшая концепция мистического пантеизма. Есть божественный абсолют, из которого проистекает всё, из него проистекает мир, но он проистекает не как акт творения, потому что это не личность, Бог не личный, здесь некий акт необходимости, в котором вот это некое негативное начало ничто, внутри Бога пребывающее, она себя объективирует в виде мира, вот я бы так сказал. Вот это логичная модель возникновения мира, которая, ну, вот от Оригена до Соловьёва, например, или Шерлинга, там можно указать, вот она через всю историю европейской традиции, здесь она в книге прослежена, да, в разных вариантах. Да, и первое всё-таки не Ориген, вот здесь можно точно указать памятник, где впервые это чётко уже полумифологически ещё, но уже полуфилософски, это Евангелие истины, известный памятник, который Ирине Леонски упоминает, то есть это раньше 180-го года, значит, написанный памятник из круга Валентина. Вот там это уже есть, да, из Бога происходят некие существа, которые сами не знают, кто они, они пугаются, там такой мифологический стиль, но вот главная эта идея, что в Боге происходит некий катастрофический процесс, как бы выпадение, выхождение из него первых существующих начал, да, существ живых, и вот из них потом возникает вот наш мир, да, то есть это некая объективация, повторю, вот этого, ну, ничто, да, вот у Ириогена, да, наиболее проработанное, в наиболее проработанном виде она в IX веке Ириогена, эта концепция создана, да, в Боге есть ничто, это вот Валерий Петров очень чётко в своих статьях это разъясняет, да, что в Боге есть то, что не есть сам Бог, такой парадокс, да, и объективируясь, это нечто, оно вот приводит к появлению мира. Вот универсальная концепция творения мира в европейской философии, другой нет, повторю, в философской, да, это первое, да, второе, это вот, собственно, человек, да, ну, вот здесь я к Ириогену возвращаюсь, потому что у него это наиболее красиво прописано, да, согласно этой концепции оригеновской, Бог сразу творит все разумные существа и все равные друг другу, да, причём их ограниченное количество, ну, это вот такая, ну, если хотите, причуда ума Ириогена, но, не знаю, он её обосновывает как раз тем, что творящее начало Христос, он ограничен, он не может вместить бесконечное, поэтому он творит ограниченное число, то есть нас всех вот разумных существ в мироздании конечное число всё-таки, хотя большое, да, и они все равны, но, но вот принципиальное отличие этой концепции от ортодоксальной в том, что Бог, ну, или вот это, из Абсолюта, точнее, так лучше сказать, из Абсолюта выходит, да, хотя это называется у оригена творением, но он сам признаёт, что Абсолюта он как бы никакой, но, точнее, вот это творящее начало выходит одновременно с этими существами, потому что Христос, не Христос творит эти существа, а вот из этого Абсолюта они как бы вместе с Христом выходят, эти существа сразу несовершенны, то есть, как бы, уже по творению, ну, как и в Евангелии истинной, кстати, все разумные существа сотворены несовершенными, а значит, свободными, да, вот эта проблема пантеизма, да, если Бог абсолютен, если он всё охватывает, тогда нет свободы, да, но Бог не абсолютен, у него вот это начало, ничто есть, поэтому его объективация приводит к тому, что мы обладаем свободой, да, именно потому что в самом начале есть вот дефект, если хотите, да, некий исследователь так и пишет, кстати, и Платин так про гностики пишет, они говорят про дефект в Боге, там, тёмное начало в Боге, против гностика, да, и таким образом, вот человек, то есть, эти разумные существа все обладают свободой, но раз они обладают свободой, часть из них идёт к Богу, то есть, Бог их творит, как бы, ну, не совсем совершенными, чтобы они сами дошли до Бога уже своей волей, ну, понятно, если есть свобода, то появляется разнообразие, одни идут к Богу, другие от Бога, да, и возникает вот иерархия разных существ, одни ангелы, другие люди, третьи демоны, да, да, вот, как бы, но это, тут есть некий мифологический элемент в этой модели разумных существ, да, но, по крайней мере, здесь принципиально что, да, как бы, что сохраняется, да, вот из этой концепции в последующем, все мы свободны, нас много, то есть, живых, разумных существ много, их иерархия целая, да, есть выше нас ангелы, есть ниже нас демоны, но они все равны по сути, да, каждый из нас может стать демоном по региону, каждый может стать ангелом, такое круговращение, как бы, идёт, и принципиальный мотив здесь играет, я ещё раз повторяю, это абсолютно принципиальная черта гностической традиции, и именно это главная концепция бессмертия, здесь принципиально, что бессмертие нужно понимать по модели переселения, да, каждый из этих существ, да, умирая, получает новое тело, в зависимости от того, насколько оно, ну, если хотите, карма, карма такая индийская, почему-то все это, все сразу видят здесь восток, хотя это независимо в христианстве гностическом родилось, да, то есть, по мере того, как ты совершенствуешься духовно, после смерти ты получаешь более совершенное тело или менее совершенное, то есть, каждый из нас в этой лестнице существ может через цепь перерождения дойти до ангела, потом пасть до демона снова, в общем, как угодно, всё свободно, да, Достоевский, вот я Достоевского ровно один в один, да, это для меня открытие было, это моя последняя работа, Достоевский и Ориген, абсолютно, один в один, мировоззрение Достоевского – это мировоззрение Оригена, ну, вот, по крайней мере, в части бессмертия, совершенства, там, Кириллов у него говорит, чтобы выдержать 10 секунд совершенства, надо переименеться физически или умереть, так это ровно вот Оригеновская концепция, да, через смерть получить более совершенное тело и двигаться дальше, там, к состоянию ангела, всё ближе и ближе к Богу, да, но никогда до этого не дойти, у Оригена никогда этого нету, да, и поэтому и в будущее, и в прошлое наш мир вечен, точнее, он говорит, мир будет уничтожен, но на его месте будет тут же возникнет новый мир такой же, и всё продолжится, ну, по сути, как бы, я думаю, что эта оговорка ему нужна про уничтожение мира и возникновения нового, ну, только чтобы совсем уж не расходиться с ортодоксальной традицией церковной, но, по сути, получается тогда вечное существование земного мира, да, земного мира просто другого и нету, повторю, Бога как отдельного существа нету, он как основание нашего мира абсолютно не существует, наш мир вечен и в прошлое, и в будущее, и мы в нём вечны, да, и, соответственно, тогда бессмертие – это модель переселения, да, и тогда главная задача человека через раскрытие в себе вот этого божественного начала, да, двигаться всё дальше и дальше к совершенству, ну, повторю, уже Ориген говорит это, а Достоевский повторяет в конце жизни в дневнике писателя, никогда мы этого не достигнем, вечный процесс совершенствования, вечное, как бы, ну, недостижение, ошибка, падение там и так далее, там, сон смешного человека, кто читал, да, совершенные люди и снова упали, да, вот абсолютно Оригеновская концепция, да, двигаемся, двигаемся, но всегда у нас демон так же, ну, не так же, но силён всегда, и всегда есть падение и движение обратно в сторону от Бога и от совершенства, да, ну, вот, как бы, так, краткая вот модель это, ну, теперь дальше, а что происходит дальше, теперь снова я к истории, от идеологии, от философии, снова к истории обращаюсь. Ориген фантастическое влияние оказал на богословия третьего, четвёртого и пятого веков, да, огромное количество последователей у него нашлось. Повторю, церковные борцы с ересью мы, к сожалению, были не слишком большими интеллектуалами, поэтому понять, вот, еретичность самого Оригена они очень долго не могли, но тут сыграло роль то, что всегда у великого мыслителя находятся такие более прямолинейные последователи, которые доводят его идею до предела и до того же, когда нельзя не видеть, что она значит. Ну, вот такими последователями Оригена была Арий и Пелагий, два известные фигуры, и Арий и Пелагий, это, ну, Оригенисты, да, ну, про Арии, это вот, там, Епифаний Кипрский хорошо там пишет, там, да, в язвительном тоне, что никто не видит, как будто никто не видит, что это всё Оригена есть, да. Ну, и, конечно, когда Арий и Пелагий, ну, Арий, прежде всего, наверное, больше всего тут Арий сыграл роль, арианство, когда он явно обозначил вот эту тенденцию оригенизма, да, к концу V века церковь обратила, наконец, внимание на Оригена, и 399 год, по-моему, Александрийский собор, впервые он был, собственно, понятие оригенизма, как ереси возникло, и он был осуждён, да, соответственно, стали с этой традицией бороться. Ну, полностью побороть нельзя, тут возникла парадоксальная ситуация, заключающаяся в том, что у Оригена такое огромное количество последователей, что многие из них к тому времени святыми уже были объявлены, некоторые мучениками погибшими за веру были, да, Григорий Косилотворец, один из его последователей, да, то есть уже объявить его просто, и всех его наследников еретиками нельзя было, проще всего это, и надёжно всё так сделать. Поэтому, ну, вот отсюда такая странная ситуация, и вплоть до современных учебников богословия, да, вроде бы он был объявлен еретиком, да, но вроде бы нет, всё-таки он нужен нам, да, без него никак нельзя, да, потому что, ну, вот слишком много там, там, вплоть до, я не знаю, там, до кого, там, Василь Великий, там, Иоанн Златоуст, все они, как бы, в какой-то степени этот Оригенизм себе несут, да, поэтому, как бы, ну, вот такая странная ситуация, но, тем не менее, осуждение было, борьба началась, и вот тут, мне кажется, был переломный момент, вот, которым я хочу особо, и которым доклад делал вот только что на Платоновской конференции, да, действительно, к концу V века, вероятно, создалась ситуация, когда, в общем, понятно было, что вот эта борьба с еретиками церковной, ортодоксальной, она действительно приведет к тому, что эта традиция, главная традиция, гностическая, философская, может пресечься, и вот тогда, на мой взгляд, это вот, ну, если хотите, может быть, один из самых оригинальных моментов в моей монографии, да, если вот эта гипотеза, она, мне кажется, никем никогда не выдвигалась, да, здесь появилась, вот, понятно, среда агностических мыслителей была обширна, да, и вот среди них появилась группа людей, которые решили спасти эту традицию, они придумали оригинальный ход, опубликовать трактаты, ну, либо одного из них, либо коллективно написанные даже, возможно, под именем какого-то очень известного легендарного богослова, и это имя было выбрано, Дионисий Ариапагит, да, то есть вот моя мысль, на самом деле трактаты корпуса Ариапагитик, они были созданы вот в этом гностическом круге мыслителей, которые, понимая, что дело идет к пресечению традиции, они их решили легализовать и, как бы, вложить в ортодоксальное христианство, заново вот эти идеи, которые под именем оригена уже стали опасными, да, вот некую систему идей, да, и вот за счет такой литературной мистификации, да, их легализовать, и это, к счастью, удалось, да, то есть Дионисий Ариапагит, это вот, это, как бы, я так главу назвал, победа гностической мысли, сотворение Дионисия Ариапагита, это победа гностической мысли, да, вот в тот момент, когда действительно ситуация стала опасной, не пресечется ли традиция, да, потому что, безусловно, кто читает без шор, как бы, да, таких, эти трактаты, ну, конечно, это мистический пантеизм в чистом виде, да, но я вот могу некоторые цитаты привести там, ну, наверное, одну в силу, а потом все-таки вот аргументы приведу в этого, в защиту этой гипотезы, которую я выдвинул, да, вот, как, например, сказано, только одну цитату, вот такого типа, поскольку Бог есть сущий сверхсущественно, Он дарует сущему бытие и производит все сущности, говорят, что это единое сущее многократно, при этом говорят, что единое сущее многократно увеличивается благодаря появлению из него многого сущего, причем оно нисколько не умаляется и остается единым во множестве, то есть, понимаете, Бог из себя, производя все новое и новое, Он обогащает себя и сохраняет контроль над всем этим целым, такое саморазвитие Бога, ну, Гегеля, если хотите, да, Гегелевская философия, вот, зародыш, но она и у Ригена была, на самом деле, да, и даже в Евангелии истины, да, но там мало заметно, здесь вот уже совсем заметно, да, вот эта идея, как бы, саморазвития, самопроявления Бога, дальше Иоанн Скотт и Реугена, это абсолютно четко, да, вот, тут я могу сослаться на работе Валерия Петрова, переводчика и главного исследователя Реугена, где он это прямо четко пишет, да, у Реугены Бог является и развивается, являя себя в виде мира, да, вот эта модель, она была задана ариопогетиками, да, ну, и теперь вот по поводу аргументации, почему, то есть, как можно это доказать, а дело в том, что главное доказательство это существование, так называемой, книги святого Иерофия, да, автор ее известен, к счастью, Стефан Бар Судайли, кстати, сирийский монах, а кто такой Иерофей? А на самом деле Иерофей упоминается в корпусе ариопогетик как учитель Дионисия Ариопогита, да, и Дионисия Ариопогит, ну, как бы, он от себя ведет повествование, там такой странный, личный и такой немножко вычурный тон в ариопогетиках, ровно таким же тоном написана вот эта книга, книга святого Иерофея, Стефана Бар Судайли, да, чисто гностическая, здесь, ну, просто никаких сомнений исследовали, поэтому ее, как бы, задвигают, она случайно сохранилась, тут никаких сомнений, потому что это гностический, мистический пантеизм, там, ну, буквально в двух словах содержание, там душа странствует от ада к раю, причем дважды туда-сюда, и там, и там находит Христа, Христос в аду даже есть, да, и там, и там эта душа понимает, что Бог и в аду, и в раю один и тот же, да, то есть все, как бы, вот, охвачено Богом, и для него, как бы, ад и рай одно, да, такой Ницше, антология такая, по ту сторону добра и зла, да, ну, повторю, чисто гностическая концепция, но она написана от имени святого Иерофея, учителя Дионисия Реопагита, причем, более того, эта книга написана как обращение к моему ученику, то есть эта книга написана как обращение Иерофея к Дионисию Реопагиту тогда получается, там он не назван, но зная текст Реопагитик, мы видим, что там этот ученик от себя уже излагает и вспоминает свои учителя, то есть эти книги замыкаются одна на другое, поэтому я говорю, скорее всего, таких трактатов было даже много, просто до нас дошли Реопагитики, ну, в силу того, что так благополучная их судьба сложилась, они были легализованы, стали частью ортодоксального богословия, книга святого Иерофея, к счастью, сохранилась, но вот у него менее благополучная судьба, ну, потому что уж слишком там торчат эти гностические идеи, ну, а другие трактаты, видимо, были, которые пропали, но в силу тоже такого неудачного тона или гностического содержания, да, повторю, здесь, как бы, логика взаимосвязей этих работ понятна, и первые исследователи, уже литература существует, которая видит эти связи, да, между этими книгами, да, но это непонятно, это невозможно, даже если это не одни и те же люди писали, да, как это возможно, там, в одном тоне, вот, внутренне взаимодействуют авторы, да, ну, и, наконец, аргументом в пользу этой гипотезы является, собственно, комментарий с Холли к тексту Ариапогетик, которые приписываются Максиму исповеднику, но большей частью принадлежат другому человеку, Иоанну Скифопольскому, Скифопольскому, да, Иоанну Скифопольскому, да, Иоанну Скифопольскому, да. Так вот, если внимательно читать эти комментарии, ну, мне кажется, вот, я читаю их, вижу всё это, да, я не знаю, как исследователи не видят, это видно, человек выгораживает, он знает, что это ересь, но он выгораживает это, да, более того, в одном месте вообще странная фраза написана, вот, странно, что никто из исследователей на нее не обратил внимания именно там где дионисия рапе гид вспоминает своего учителя иерафия да так с пиететом с придыханием там в сколиях но часть правда сколи считается все-таки принадлежащими максиму исповеднику мне но мне трудно поверить что максим исповедник все таки такой мыслитель гораздо более ортодоксально чем вот менее известный но гораздо более еретический наверное мыслитель и вот это что такое написал там написано книги святого иерафия считай то есть он читатель обращается приказывает считает вторым священным писанием ни одного текста сюда этого святого иерафия до нас не дошло и тем не менее комментатор почему-то говорит что писание святого иерафия надо считать вторым святым писанием то есть это означает что тексты все-таки были но помимо вот этой книги стефана бар суда или если такая фраза заявлена они просто видимо пропали да но но так группа мыслителей повторю которая эти тексты писала она их внутренне даже внутри как бы зациклила друг на друга чтобы они взаимодействовали поэтому этот фраза непонятно если мы не предположим что были другие тексты и в том числе под именем этого святого иерафия что-то который дошел до нас но извините чудовище считать считать его святым писанием чисто гностический текст как мог кто бы это ни был мнение или максим исповедник или скифа польский как такое можно говорить но это вот фрагменты до более капитальные обоснования я в книге дают с опорой на тексты которые вот существует исследователи которые все-таки этим занимаются да поэтому если говорить о том кто автор и ариопогетик то в принципе можно тогда выдвинуть гипотезу кто является автором ариопогетик да разные гипотезы высказываются но вот этой почему-то нет которую я высказываю хотя нет я я ссылаюсь еще на книгу юрия черноморца молодого но относительно думающих 40 лет по моему украинского исследователя который предположил что автором ариопогетики является иоанн филопон довольно известный мыслитель той эпохи довольно убедительно да потому что существует предисловие к ариопогетикам именно иоанна филопона да так поэтому ну вот и на мой взгляд иоаннский по скифопольский иоанн филопон и стефан бассудайли вот три человека который явно претендует на то что они входили в круг авторов репогетик да ну филопон юридиком был объявлен стефан бассудайли вообще никаких сомнений чистый гностик да и один из таких характерных гностика в той эпохи но иоаннский филопольский но от него мало дошло поэтому трудно его оценивать но тоже в общем не 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 такая не не явно не ортодоксальные фигуры да поэтому вот вот такая такая гипотеза очень оригинальная и это переломный момент который помог гностической традиции выжить потому что получилось что сделав тексты ариопогетик легальными до признанными ортодоксальный церкви тем самым внутри ортодоксального богословья очень мощной гностическое ядро играется и поэтому такой парадокс а от которого собственно и споры идут где ваш гностицизм это не гностицизм это это легальная там православная традиция ну надо правильно на信yon к filament и ц connaissance был легализован через тебя несери а пагита внутри православной традиции ну христианская тогда conscienteן опыт разве leather поэтому потом что дальше те кто как бы на это опирался качества уже внутри ортодоксального богословия вполне могли вот эти гностические идеи развивать с той или иной степенью полноты. Ну и тогда следующий важный момент, да, вот в этой логике развития мистического пантеизма, да, и всей этой гностической традиции, ну, его философской версии, это, конечно, Иоанн Скотт и Риугена, да, 9 век, это уже на Западе, потому что, конечно, до 9 века западная часть Римской империи гораздо менее развита, чем восточная, да, в основном, философское развитие, и, конечно, там на Востоке идет Александрийская школа, да, но вот к 9 веку, наконец, подъем, да, это эпоха, как бы, подъема культурного, и, соответственно, ну, вот появляются мыслители яркие, ну, и вот, опять же, получается, что у истоков западной философской традиции стоит, опять же, представитель, вот этот ярчайший представитель гностической традиции, да, который опирается именно на все эти памятники, и как раз Иоанн Скотт и Риугена, он, конечно, безусловно, целиком берет свои идеи из-за репагитика, да, он их перевел на латинский, первый перевод на латинский язык его, и Максима Исповедника он использует, а Максим Исповедник, ну, Максим Исповедник как раз пример того, как вот дальше происходило некое, да, все-таки, так я бы сказал, более мягкое развитие гностических идей, да, их сочетание все-таки с ортодоксальной, да, но она присутствует, Максим Исповедник тоже, внутри него вот эта концепция мистического пантеизма, она наиболее ценная, мне кажется, в его системе, да, а вовсе не ортодоксальная идея, которая немножко искусственно оформляет свою вот эту концепцию, да, ну и вот, таким образом, и Риугена, он, являясь, по сути, первым ярким философом западного мира, да, западной уже части вот этой будущей европейской цивилизации, да, он задает эту традицию, вот это опять абсолютно модельное проведение вот этой концепции гностического христианства и мистического пантеизма, да, ну, у меня времени нету, поэтому я уже не буду тогда о содержании системы Риугена, потому что она похожа и на систему Оригена, и на систему Риапагитик, да, это одна и та же вот эта модель, где, повторю, ну, две-три главных идеи, это вот идея творения, как идея объективации внутри Бога его вот этого дефекта, условно говоря, вот этого ничто в его сущности, вот Ириугена очень ясно это прописывает, да, там, ну, вот я анализирую эти тексты соответствующие, это, кстати, и вот Валерий Петров, повторю, переводчик, и главный исследователь Ириугена наш в Институте философии работающий, он это тоже чётко фиксирует, да, что действительно вот у Ириугена появляются, да, это даже бриллиантов, вот, бриллиантов, исследователь Ириугена, первый русский, там, ещё в конце 19 века, даже он это заметил, да, что, по сути, свобода человека у Ириугена оказывается результатом объективации ничто, которое в Боге присутствовало до мирно, как бы, до акта вот этого возникновения мира, так что это вот даже в каком-то смысле уже устойчивая традиция интерпретации Ириугена, да, ну, и второе, это, конечно, человек как творящее существо, то есть у Ириугена вообще фантастическая вещь происходит, да, с одной стороны, он сохраняет идею Ириугена, что, собственно, из Бога выходит Христос, как творящее начало, да, и он уже, как бы, творит мир, но у него Христос отождествляется с человеком вообще, да, ну, не буду в детали вникать, да, то есть вообще не между Христом и человеком, а, повторю, вот этим божественным человеком, который выходит из Бога, как творящее начало, нет никакой разницы, да, и мы с вами просто дальше уже развертывание этого божественного человека Христа, ну, в виде множества в этом эмпирическом мире, да, то есть такая, ну, известно, она была объявлена еретической, книги уничтожались, только, по счастью, там два экземпляра трактата Ириугена «Разделение природы до нас дошло», но вот, тем не менее, он стал основателем традиции, которая, ну, вот уже до Фихта и Гегеля доходит, да, ну, и поэтому со всем пунктиром, да, я смотрю на время, 10 минут осталось до часа, да, да, я помню, не превышу, да, дальше, собственно, тогда вот эта традиция, да, еще один вот важнейший мотив, который тоже в эпоху Ириугены происходит и с ним даже связан, дело в том, что здесь еще один такой интересный процесс происходит, ведь параллельно с христианством в Европе существовали еврейские общины, иудейские, да, они, конечно, иудаизма придерживались, да, да, хотя, получается, ну, вот по этой логике, которую я рассказывал, что, собственно, христианство и произошло из гностицизма-то иудейского еще, да, древнего, да, но потом внутри, как бы, понятно, иудаизм изгнал Христа, как еретика из себя, как бы, да, и дальше, конечно, ортодоксальный иудаизм существовал, но парадокс истории в том, что в 12-14 веке, ну, кульминация, на самом деле, в 16-м произошла, этот процесс долго, несколько веков занял, внутри иудаизма под влиянием христианского, христианской философии, которая чисто гностическая, повторюсь, вся христианская философия, ну, вот Ириугена, да, вершина, она к тому времени уже снова гностическими идеями пронизана, а иудейские общины в это время, они очень развиты, там масса интеллектуалов, которые воспринимали весь контекст, да, так вот, парадокс в том, что внутри еврейских общин произошла, как бы, деформация иудаизма в гностическую версию, это Каббала, да, то есть возникла Каббала, вот, ссылаюсь на классическую книгу Гершома Шолема, исследователя, первого исследователя Каббалы, ну, первого исследователя, в том числе научного, объективного исследователя, который прямо в своей книге 41-го года «Мистические движения в иудаизме» прямо пишет, что действительно надо признать, что ключевые каббалистические концепты возникли под влиянием катаров, да, 12-й и 14-й век – это радикальный кризис католической церкви, даже, я бы сказал, деградация католической церкви, да, и на этом фоне рождается вот это движение истинных христиан-катаров, которые возрождают, которые попытались институцию церковную гностическую даже возродить, не только философию, философию, повторю, к тому времени насквозь гностическая, да, христианская, а вот тут и институцию даже они попытались, если бы им удалось, тогда, ну, просто Европа бы стала, вернулась просто гностическому христианству во всех слагаемых, да, но, конечно, вот институционально церковь уничтожила общины катаров, но парадоксальным образом, вот Гершом Шолем на него ссылаюсь, я эту эпоху никогда внимательно не изучал, он утверждает, что катары повлияли на иудеев, да, на уидейских теоретиков, и каббала родилась из этого влияния гностического христианства, да, почему это важно, а потому что в иудаизме же нету санкций государства, да, борьба с ересями устроена по-другому, там тоже есть еретическое уклонение, но там нет мощных факторов государства и догматики, поэтому вот это еретическое, парадокс иудаизма, что это еретическое направление каббала, она победила, то есть иудаизм через три века, 15 веку, особенно вот в этой форме так называемой луреанской каббалы, он стал господствующей версией иудаизма, это версия гностическая, то есть в какой-то момент иудаизм как бы опередил христианство вот в движении к этой модели мироздания, да, и каббала действительно стала образцовой версией гностицизма, утверждаю уверенно, поэтому, например, почему Соловьёв в 19 веке вдруг интересуется каббалой, использует её, потому что он угадал, что как бы классическое, образцовое, идеальное, если хотите, описание мироздания с точки зрения вот этой модели гностической, оно именно в каббале было дано, да, в луреанской, повторю, там разные версии, да, и там каббалу опять же потом, к сожалению, ортодоксальный иудаизм подчинил таки, она вот в современной религиозной версии, конечно, она целиком встроена уже в ортодоксальный иудаизм, да, но в философской форме она действительно это образцовая форма гностического понимания мировоззрения, да, гностического понимания мироздания, да, и поэтому она быстро стала христианской каббалой, Пикаделла Миранда, первой, да, в эпоху Возрождения каббалу приспособила до христианских целей, ну и потом она Яков Бёмы, Шеллинг, Соловьёв, то есть вот в этом смысле вот эта каббалистическая модель мироздания, да, из иудаизма пришедшая, она очень органично соединилась, то есть иудейский гностицизм органично соединился с христианским, это тоже такой интересный факт, который показывает, что на самом деле, который доказывает истинность вот этой версии религии, да, то есть получается, что гностические версии религии, они легко согласуются друг с другом, действительно, это некая абсолютная религиозность, да, и, кстати, вот Шопенгауэр в этом смысле, где-то там в последних главах своего трактата «Мир как воля и представление», он же там пишет, что есть и гностики ислама, кстати, вот он один из первых, кто это заметил, да, что христианские гностики, ну, правда, иудаизм он там не любит, но, как бы, тут можно добавить, он говорит о гностиках ислама, суфии, да, действительно, и суфизм, как гностическая версия иудаизма, каббала, как гностическая версия иудаизма, и христианский гностицизм, они действительно удивительно сочетаются друг с другом в очень цельную, единую религиозную систему, действительно, это некая абсолютная религия человечества, если хотите, да, и, может быть, когда-нибудь, вот, собственно, Соловьёв, мне кажется, об этом мечтал, он же все знают о том, что он хотел объединить три протестантизма, католицизма и православия в единую религию, но мало кто забывает, что он иудеев туда хотел еще добавить, ну, и как это возможно, но если мы внимательно читаем, конечно, он имел в виду каббалу, как гностическую версию иудаизма, действительно, она хорошо согласуется с христианством, да, тогда это вот эта идея Соловьёва, это идея грядущей единой религии, которая соединит гностические версии всех религий, да, ну, и буддизм, ну, буддизм даже в исходной версии самого Будды, это гностическая версия, да, человек стал Богом, да, Бог, человек, тоже детственный, да, вот если в одной фразе свести гностическую версию религии, Бог и человек тоже детственный, да, то есть, Бог это есть, то есть, человек это есть Бог, да, никакого другого Бога нету, да, ну, вот и суфи, и каббала, и буддизм в исходной версии, они именно эту идею выражают, да, таким образом, вот, повторю, ну, и тогда эпоха возрождения, это окончательный перелом, да, если дальше по истории двигаться, и завершаю свое повествование, Это окончательный перелом, и вот здесь уже и Кабала играет роль, потому что, повторю, Пикаделла Миранделла, один из идеологов Возрождения, вот он активно уже христианскую версию Кабалы, то есть Кабалу, взятую в схеме гоностической, соединил с христианским гоностицизмом эпохи Возрождения. Ну и дальше вот эта идея абсолютной религии, конечно, она вот и двигает европейской цивилизации. Дальше и масоны, кстати, даже в эпоху просвещения масоны, это некая гоностическая версия, опять же попытка уже церковь возродить, бесперспективная, конечно, гоностическая версия христианства только в культурной, собственно, философской форме и может, на мой взгляд, существовать. Ну и тогда следующая кульминация – это немецкий романтизм и немецкая философия, потому что Кант, Фихт и Шеллинг, Гегель – это последний расцвет гностической, вот этой гностической традиции, традиции мистического пантеизма. Ну и Шопенгауэрн, потом Бергсон, но это уже на Западе как бы некий упадок этой версии, потому что эта гностическая традиция в окончательном виде переместилась в Россию, я завершу этим, и чтобы наш семинар получил все-таки оправдание именно как семинар по русской мысли, потому что, безусловно, вот особенно Фихта и Шеллинг повлияли на русскую философию религиозную. И, на мой взгляд, все ключевые фигуры русской религиозной философии, они, конечно, все вот к этой же линии принадлежат. И, прежде всего, это, конечно, Чаадаев, и Герцин, кстати, туда же, хотя и сложнее увидеть, что он тоже, все эти концепты у него есть. Достоевский, Толстой, Соловьев, ну и XX век там понятно, Серебряный век уже прямо. Это, кстати, первая эпоха, где прямо говорят об истоках, агностических истоках той философии, которую они развивают почти все. Особенно Бердяев, Корсавин, Франк, они все понимают истоки агностические своей философии. Ну вот, все-таки XIX век, это Чаадаев, Достоевский, Толстой, Соловьев. Это абсолютно единомышленники. Поэтому Чаадаев я специально не рассматриваю, но вот Достоевский, Соловьев и Толстой у меня присутствуют. Именно потому, что это три фигуры, которые абсолютно совпадают по этим своим религиозным интенциям. Они абсолютно одинаковые, несмотря на то, что Толстого и Достоевского принято противопоставлять. Да, все. Вот я историю изложил с точки зрения той концепции, которая изложена с ним. Так, коллеги, друзья, слушатели. Пожалуйста, Борис Георгиевич. Скажите, пожалуйста, вот... Роман Викторович Сезлов там. Фенопен человека и божественная следа Шардена. Это гноститизм или ортодоксальное христианство? Ну, это некая промежуточная форма. Конечно, я говорил о некой наиболее явной линии, наиболее представительной. Существует огромное число мыслителей, которые, конечно, пытались совместить и то, и другое. Терьер де Шарден – классический пример, когда вот он пытается совместить. Ну, так он и был, ему изобретили писать, да, то есть католическая церковь судила его построение, да, именно потому, что в них существенный элемент вот этой традиции содержался. Да, это пример вот такой половинчатый. Так, пожалуйста. Дорогой Игорь, спасибо за доклад, потому что за лекцию, а перед этим слушаю ваш доклад на конференции. Такой набросок к сегодняшней встрече большой. И у меня тогда сразу возник вопрос такого не содержательного характера, как, думаю, у большинства людей, а формального характера. Вы заявляете о своей версии как об уникальной, можно сказать, революционной. На мой взгляд, парадоксальной версии. Были ли какие-то апробации, скажем так, по большому счету. Вот сейчас вышла книжка, может быть, были публикации на английском или немецком языке. Так, чтобы дерзнуть, ну, на хорошую критику, чтобы была хорошая реакция. И второе, вы следуете, есть ли у вас какие-то большие оппоненты, вот за рубежом, по большому счету, да, за рубежом вы ссылаетесь на одного из авторов украинских, на Чедо. Есть ли какие-то оппоненты, которые критикуют, но поддерживают вас, которые критикуют, но, так сказать, не поддерживают вас? Спасибо. В целом, очень интересно, увлекательно, может быть, революционно, но, по большему счету, провокационно. Да, спасибо за оценку такую, мне она нравится. Ну, я еще раз подчеркну, вы все-таки невнимательно начало слушали. Вы слушали про то, что я стал говорить об оригинальном, и все-таки я сразу сказал, я не библеист и не претендую на то, что я строю библеистическую концепцию, то есть концепцию, посвященную раннему христианству, да. Я беру все те сведения, которые я вот только что сказал и обобщил, из того, что есть в существующей литературе. Я просто обобщаю, по-своему выстраиваю, чуть-чуть добавляю, но ни в коем случае не нарушаю логику той концепции, которая существует в современной библеистике. Вот эта концепция раннего христианства, как, ну, я даже сказал, что даже среди библистов уже постепенно даже устанавливается вот эта традиция, не называть христианство эгностицизмом, как какая-то ересь, которая к христианству не имеет отношения, да. Уже даже традиция сложилась, но если говорить конкретно, вот Лезов, да, Лезов, например, известный московский исследователь, наш библеист, да, вот он, собственно, активно это поддерживает. Надо говорить два христианства, гностическое и ортодоксальное, да. Ни в коем случае я не претендую, что я здесь делаю открытие. Я не могу претендовать на это, я не специалист, да. На Уссаре Пагида. На Уссаре Пагида, да, это философия. Я историк философии, вот здесь я уже, да, я здесь в истории философии считаю, что вот от Орегена до Бергсона, ну, у меня книга о Бергсоне большая, я горжусь ею, да, да, я вот выстроил некую логику развития европейской философии, да, в рамках мистического пантеизма, и здесь я уверенно утверждаю, вот это моя идея революционная, провокационная, которую я защищаю, что никакого многообразия философских систем нет. От Орегена до Бергсона все самое главное укладывается в одну систему, в мистический пантеизм, да, но вот я попытался изложить, что это такое. Все остальное – это маргиналии. Вот это я готов. Пожалуйста, Роман Викторович. Спасибо, Александр Александрович. Ну, я не про оценочные и не про оценки исторического процесса, в некого рода европейскую историю Софии, интеллектуальные мысли, да, дали нам. Вот, а у меня, ну, вопросов, как у всех, конечно, много, у меня вопрос по некоторым фактическим историям. Вы очень гуманистический человек, это я не говорю не иронически, потому что сама концепция, что любой человек – это, по сути, божество, она, в общем, такая, это один из вариантов, я бы так сказал, гуманизма, чем-то такого возрожденческого. Вот, а потом ушедшего в теософию, антропософию европейскую, ну, и проявляющуюся, возможно, у Шеллинга, как вы сказали, и так далее. Но вот если мы возьмем наших исторических гностиков, тех самых, которые жили там в первом, втором, третьем веках, одна из концепций, которая присуща тому же самой школе Валентины, вроде бы невозможно отрицать, что она имела место быть, это концепция избранного рода. Вот это тройственное деление всего человечества, избранного рода. И все бы было хорошо, если бы мы с вами шли по модели, ну, в будущей жизни эти самые соматики, они потом пневматиками станут. Но в варианте Валентины им уже поздно пить боржоми. Вот, есть пневматики, все тут, которые спасутся, есть психики со своеобразной судьбой, есть зомби-хюлики или соматики, которым, в общем-то, ловить, наверное, нечего. И это совсем не гуманистическая версия, которая вроде бы аутентична раннему гностицизму. Как вы отнесетесь к этому? Отнесусь так, что это неправильно. Неправильно в каком смысле? В таком смысле я специально, да, конечно, это очень важная проблема, это всегда указывает, это всегда обвинение гностикам выдвигает, что они признают деление людей от рождения, вот на этих спасенных и проклятых, да, там, ну, еще каиниты, там, эти, отавили от Каина, там, от Сифа, да, там, сифиане спасенные, каиниты все проклятые, да. Дело в том, что самый древний памятник гностической, то есть самый главный древний гностический текст, который содержит, вероятно, даже вот эту назарейскую еще концепцию, дохристианскую гностическую, это Апокрифеанна. Да, поэтому не Валентин, тогда надо там смотреть, там эта концепция есть, трех видов людей, да. Вот специально я ее анализирую в одном из параграфов, потому что действительно это принципиально, есть или нету, там нету. Ну, по крайней мере, в том варианте, который мы читаем, он христианизированный, видимо, Апокрифеанна существовал, видимо, в какой-то чисто иудейской форме дохристианской, но он до нас не дошел, до нас дошел христианизированный вариант, где уже Христос как персонаж действует, то есть, скорее всего, это, конечно, уже после Христа эта версия была составлена в первом веке, но это первый век памятник, да, и там Христос и Иоанн, они беседуют о трех родах людей, и речь идет о том, что это дело свободного выбора. Люди сами выбирают, это не от природы, вот это самое главное, да, они сами выбрали, отвернулись от Бога, они сами себя посчитали проклятыми. Одни действительно сразу приблизились к Богу, вторые им еще после цепи перерождения предстоит, их бросают в плоть, они там должны, а третьи сами отвернулись, это их выбор. В продолжение, в продолжение этого вопроса. Те, которые в пневматике, они способны достичь, открыть плерму в себе, раскрыть плерму в себе. И для этого гностические школы создавали целый ряд мануалов. До нас нашли далеко не все книги Иеу, Пистос Софии, вероятно, как относится, Литургия Митр, вот наиболее известные тексты. Если мы с вами читаем эти тексты, понятно, что это чисто адемагические практики. Очень поверхностно привязанное, собственно, зачастую по именам даже к христианству. Как вы оцените вот эти тексты администрации? Да, совершенно правильно. А в христианстве не так. Оно размножилось на ряд направлений, которые на совершенно разные элементы исходного учения стали брать. Конечно, эта речь уже идет, Пистос Софии, скорее всего, это третьего века, по-моему, датирует. Или даже четвертого, я не помню там. Но то есть это поздняя школа, в которой, конечно, могли эту идею возродить какие-то сектанты, как наши холостые. Конечно, вот мы христы и все. Какое-то отведение было. Если мы берем, я же беру философскую традицию, то есть ту генеральную основную традицию, которая из гностического христианства вышла. Никакого оригена, я специально подчеркнул, никакого разнообразия. Все равны были. Все сами выбрали этот путь. И дальше именно эта традиция, главная, генеральная. Ну, маргиналы были, конечно, и в христианстве они есть. Поэтому почему мы их считаем показателем того, что есть гностическая традиция? Я считаю, что после оригена никого нельзя считать, кроме его и его наследников. Потому что он выразил ее наиболее точно. Я была шокирована, когда в конце главы о Владимире Сергеевиче Соловьеве вы сказали, вот Соловьеву не дано было понять некоторых истин. А вот Мартин Хайдегер, вот ему было дано. Так вот, у Соловьева его жизненная кредо. Наш пророк, философ, что надо. У него жизненная кредо в полном согласии, с высшую волею заботиться о своем и других совершенствовании для торжества Царства Божия на земле. А какое ваше жизненная кредо? Вы уверены, что вам дано понимать? Я абсолютно согласен с последним тезисом. Действительно, Владимир Сергеевич Соловьев учил нас двигаться к абсолютному совершенству и к Царству Божию на земле. Так это и есть гностическое христианство, да? Это же не церковная, ортодоксальная традиция не признает абсолютного совершенства на земле. Спасибо, Игорь Иванович, за ваше выступление. Было интересно. У меня, вы знаете, я человек не очень образованный, мало знающий, в общем-то. Такие у меня просто простые по, в общем-то, словам, которые вы сказали. Вы говорите, что учение Христа элитарно. Но у меня сразу вопрос, а почему, если его учение элитарно, Господь сам избрал неэлитарных последователей, которые затем его учения распространяли? Ведь логически было ему выбрать таких же элитарных последователей, тем более он еще сам не писал, они говорили его слова, передавали. Они должны быть такими же элитарными гностиками. А там четыре рыбака, там еще какие-то, там один вообще какой-то, ну так немножечко, посмотрите, даже они даже не могут понять какие-то символы. Когда им говорят, что, так сказать, берегите закваски фарисейские, они стали думать, потому что они хлебов с собой не взяли. Понимаете, даже этого не понимают. Совсем не элитарные люди, совсем простой мышечный. Первый вопрос. Второй. Вы говорите, Бог не личность. Я тут всегда думаю, слушайте, а с какой стати мы тогда личности? Каким образом безличностное бытие может сотворить бытие личностное? Ведь это огромная разница между бытием личностным, которое способно трансцендировать по отношению к собственной природе, и бытием безличностным, которое есть, в общем-то, сама природа. Третий вопрос у меня. Творение для Бога – необходимость. Вы сказали, слушайте, но если для него творение – это необходимость, то тогда он не Бог, потому что если он детерминирован, он не может что-то не делать, он не свободен. А если он не свободен, кем образом мы можем назвать его Богом, бытием абсолютным? Четвертый вопрос. Вы говорите, в Боге есть ничто. Слушайте, если в Боге есть ничто, значит, ответственно, он сложносоставный. Каким образом сложносоставное бытие может быть абсолютным бытием? Все же сложносоставно, оно может разобраться и прекратить свое бытие. Бог уже не может быть вечным бытием, абсолютным, если он сложносоставен. Следующее. Вы говорите о саморазвитии Бога. Понимаете, опять же, это говорит о том, что в вашем понимании Бог не есть Бог. Что любое саморазвитие, оно требует чего-то больше, во что ты хочешь измениться. А мы говорим о Боге как бы тебе неизменяемым. Потому что нет ничего более совершенного, во что Он захочет измениться. Потому что если есть нечто более совершенное, чем Он, то тоже совершенное, то есть Бог. А Он тогда не Бог. Затем следующий вопрос у меня, конечно, возник здесь. Господь... Вот, кстати, не говорит, что я и ученики одно. Он говорит, я и Отец одно. Я и вы одно, Он говорит. Да, я Отец одно. Но что я и ученики одно? Нет. Он говорит о том, что... Молит Отца Небеса, чтобы как Он в Отце, и Отец в Нем, так и они в Нем были. Это призыв пребывать в Нем. Понимаете, чем все дело? Но это значит, что одно. Следующее у меня замечание. Если Христос не Бог, то это опять отрицание троицы, троичности Бога. А если Бог строго монотеистичен, то есть в Нем нету трех личностей, то, соответственно, опять с какой стати Он будет личностью по отношению к кому до творения иных существ разумных и личностных Он будет личностью. Это, конечно, парадокс. И еще что я хотел сказать. Вы говорите, что возрождение – это, в общем-то, это есть возрождение истинно-гностического христианства. Я здесь не соглашусь, потому что сам по себе возрождение можно разделить на два таких кардинально разных этапа. Это христианское возрождение, и затем это уже герметическое возрождение, герметический гуманизм, который начался с переводов Марсилио Фичина трудов, так называемого, гернеса Трисмегиста, который ему поручил перевести Медичи Старжей, так сказать, в область Платоновской академии, вместо того, чтобы переводить труды Платона. Почему? Потому что у него дела пошатнулись у Медичи Старшего. Ему нужна была магическая помощь свои дела поправить. Поэтому он дал такое задание. И, соответственно, потом, если вы знаете, что Исаак Кабазон, то он открыл, что, собственно говоря, эти сочинения Герметиса Трисмегиста, которые приписывали первосвященнику Египта, который научил магию Моисея, они, на самом деле, являются позднейшими сочинениями те же гностиков, но II века. То есть это не древние тексты. И затем именно с этих текстов Герметиса Трисмегиста начинается развитие герметического линии в гуманизме, начиная с Марсилио Фичино, затем Пикаделла Меранделла и Джордана Бруно, которые в своих сочинениях, если почитать внимательно, ни разу не упоминают имя Христа. И многие сочинения, которые прямо связаны с магией, это просто, по сути, пособие по магии. Поэтому вот эти вопросы, конечно, у меня возникают так как бы очень ярко, и мне очень сложно найти ответы на них. Я отвечу сейчас. Пожалуйста. Нет, сразу могу сказать спасибо за вопрос. Они очень осмыслены. И вполне корректный разговор, я думаю, тут нужен как раз по поводу этих вопросов, потому что они, конечно, принципиальны и прояснят ситуацию. Но я постараюсь, насколько это возможно. Начну с последней, потому что он может быть самый сложный, на самом деле, по поводу герметизма. Действительно, герметизм вдруг почему-то в возрождении становится популярным, как и Каббала. А почему? А потому что, как ни странно, вот эти версии гностического мировоззрения, действительно, оно очень мощное мировоззрение, проходящее через европейскую культуру и затрагивающее всё. Даже манихейство, даже в Китае сказалось, как гностическая версия. То есть, в Китае гностическая версия религии благодаря манихейству возникла. То есть, буквально, эта традиция, она все религиозные системы способны переработать. И, конечно, Каббала и герметизм – это, безусловно, как бы внехристианские версии той же самой универсальной религиозности. Их потому использовали, что их проще было использовать, не подвергаясь обвинению в ереси. Вот моя позиция. Поэтому, понятно, что, несмотря на то, что эпоха Возрождения – это такое раскрепощение, когда церковная жёсткая опека ослабевает, потом она началась снова, контрреформация и реформация тоже. Это жесточайшая эпоха преследований. И, понятно, дальше уже было проще ссылаться на Каббалу, частые герметические тексты, они менее, поскольку не относятся к христианству, менее подвергались опасности обвинения в ереси. Николай Кузанский ссылается прямо на католический кардинал, абсолютно гностическая система мистического пантеизма. Он на Гермеса Тресмегиста прямо ссылается, на Эхарта он не может прямо ссылаться, там обходные такие ссылки. К сожалению, европейская цивилизация на протяжении большей части своей истории жила под жёсткой цензурой церковной. И вот отсюда и происходят такие странные перекосы. Это не просто прихоть идеологов и мыслителей. Нет, там вопросов было много. Давайте я хотя бы кратко отреагирую. Вот вопрос, касающийся богословия. Действительно, они все осмысленные. Почему Бог не личность, а мы личности? Почему ничто есть? Троичность и так далее. Хотя в вашем вопросе даже противоречия есть. Если вы говорите, что Бог троичен, то Он составлен. А как же? А вы говорите, ничто нельзя полагать. В заключительном слове. Так, пожалуйста, ещё два вопроса. Вот протянулась рука. Прошу вас, Андрей Николаевич. Игорь Иванович, спасибо за замечательный доклад. У меня один только вопрос в связи с этим. А куда же делась вся античная философия, если она у вас начинается с оригенной истории философии, единой? Нет, ну это, конечно, вы правы в том смысле, что я как бы не всё мог охватить и невозможно всё охватить. Античная философия. И Платон, конечно, это предвосхищение гностической традиции. Безусловно, Демиург-то откуда берётся из гностического мифа? Конечно, он платоник. Так вот это стоит, наверное, добавить, я забыл сказать. Ведь Платин написал трактат против гностиков. Вот исследователи спорят, кто такие гностики. Но это Порфирий. В моей книге приведена цитата из «Порфирия. Жизнь Платина», где он пишет, что рядом с Платоном были христиане из христиан, которые отклонились от нашего учения, против них он написал трактат против гностиков. Чё спорить? Порфирий в жизнеописании Платона прямо называет гностиков группой христиан вокруг Платина, это близкие к нему. Поэтому, конечно, сами гностические христиане, они вышли из платоновской школы. Спасибо. Так, нет более вопросов? Маленький вопрос, можно? Маленький вопрос. Хорошо, один маленький вопрос. Игорь Иванович, спасибо огромное за такой интересный доклад, погружение, так сказать, в историю маргинальной христианской традиции. Я историк искусства, не богослов и не философ, но, насколько я помню, в одном из посланий, кажется, послания Иоанна, есть знаменитая фраза, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И как это сочетается с гностической идеей о том, что из Бога может происходить некое злое начало. Насколько это более логичное представление, более интеллектуальное, как вы сказали, чем идея падшего, так сказать, тварного мира, которая мне представляется тоже весьма логичной и убедительной, вот именно с интеллектуальной точки зрения. И еще второй момент, где мы можем в Евангелиях увидеть ссылку на идею переселения душ. Ну, вот в одном из Евангелий, простите, не помню в каком, есть мысли о том, что не явился ли это новый Моисей или я, имеется в виду образ Христа. Вот это? Да, да, да. И что еще? Потому что больше мне ничего просто не приходит в голову. Спасибо. Да, это тоже очень интересный вопрос. Но по поводу первого, я в ответ приведу как раз рассуждение из Кабалы. Дело в том, что в Кабале, наверное, образцовый вариант вот этой концепции творения изложен. И он ровно использует тот образ света, который вы привели. Бог есть абсолютный свет. Энсов. Соловьев очень любил этот термин каббалистический, часто использовал Энсов. Но дальше это Исхак Лури, один из последних и важнейших теоретиков Кабалы, его работы этому посвященные. Он так рассуждает. Но если Бог, только свет и все, нет места творению, нет места творения, все абсолютно. Поэтому Бог добровольно себя умаляет в некоторой сфере. Он себя из себя изымает и создает внутри себя сферу ничто. Цимцум. Концепция цимцум известная. Кстати, тоже Соловьев ее упоминает, но уже в энциклопедической статье о Кабале. И анализирует, потому что он хорошо ее знал. То есть, понимаете, проблема в том, что в рамках самого логичного понимания Бога, Бог – это все, это абсолют, как раз личность. Тут проблема в том, что личность – ограничение. Никуда не деться. Это качество. Любое качество Бога его ограничивает. Поэтому в истории философии эта же тема очень подробно обсуждалась. И все-таки общее мнение такое, более-менее общее в этой традиции, что нельзя Богу личность приписать, потому что тем самым мы его ограничим, приписав качество. Качество – это ограничение. И, соответственно, если он абсолют, тогда нет места творения. Он сам должен внутри себя некий акт отрицания себя совершить. Это универсальная идея, от нее никуда не уйти. И второе… А, да. Самый важный момент, где вот эта концепция бессмертия выступает, это место в Евангелии от Иоанна, где Христос говорит, вот если вы поверили в мое учение, то больше вы на суд не приходите и перешли из смерти в жизнь. Понимаете, да? То есть он отменяет идею страшного суда, то есть какое-то такое движение в какую-то за пределы земной реальности в сторону, да, совершенства. Больше на суд не приходите. А здесь перешли от смерти в жизнь. То есть вечную жизнь здесь. Да? Это некая загадка, конечно, но это вот главное место. А если о переселении, то, конечно, это вот это, что Моисей видел тебя, то есть меня видел там, вот это, где действительно странное место, где так рассуждают о Христе, как будто он живет не первый раз, и его видел Моисей, и им восхищался там, да. Спасибо. Спасибо, коллеги. Два вопроса. Вот их задаю я. Это пример, как надо задавать вопрос. Игорь Иванович, вы бесстрашный человек? Привык. И второй вопрос. Вы с истиной или с Христом? Перейдем. В отличие от Достоевского, все-таки я бы сказал с истиной. Да, вот, да, здесь я скажу. Хорошо, все понятно. Вы как-то, Игорь Иванович, различаете апокрифы и канонические Евангелия. Дело в том, что вот по отношению к апокрифам все-таки гностицизм вообще в христианстве, да, вот там вы на другой позиции стоите, но вот я как смиренная христианка просто понимая, что гностицизм – это абсолютное такое вот зло, да, а по отношению к злу могут быть две такие стратегии, такие мыслительные, да, познавательные. Можно как бы вот всячески отдаляться от этого зла, да, то есть не знать его, не допускать в сознание, ну, как бы вот беречься от него всеми возможными способами. А другая стратегия – систематически изучать его, все понимать, все знать, все компромиссы, все возможные страсти, которые, в общем, порождают вот эта точка зрения. И, да, я к этому веду, вот просто вопрос свой немножко проясняю, да, вот, и немножко сбилась, да, тут, вот. Вот, ну, так вот, вот вторая точка зрения, она и первая дисциплинирует, в общем, как бы христианское вот это вот наше отношение к миру, и вторая, да, но вторая, в христианстве существует практика вот такого рода вопросы обсуждать в достоинстве не ниже епископского. Но в крайнем случае мы к батюшке обратимся, чтобы он нам сложены вот эти вот пункты нашего понимания и непонимания. Вот вы как-то совсем не разделяете вот начальное разделение между апокрифами и каноническими книгами христианскими? Ну, это человеческое разделение, да, и вопрос, нет, просто основная эта суть, ваш вопрос касалась не этого, а того, что как бы эгностицизм – это зло. Но это идеологема, конечно, многовековая идеологема. В какой-то среде, наверное, это можно в качестве аргумента приводить, но мы вроде философы, если мы философы, ну, вообще, ни одна идеологема, особенно такая, вот, очевидно, махрова, как бы, историческая, да, не имеющая под собой никакого основания, кроме запрета там церковного, да, вот считать это злом, и все, не рассуждать, да. Но философ – это свободная мысль. В том-то и проблема. Здесь для меня, я уже, по-моему, повторял в этой аудитории, чрезвычайно важен пример Сергея Николаевича Булгакова, отца Сергия, да. Вот он философом был, стал священником. И написал, после того, как он стал священником, он в 22-м году написал книгу «Трагедия философии». Если я философ, я неизбежно впадаю в ересь. Я больше не буду заниматься философией, да. Вот человек последовательный, он стал священником, он понял, что церковную истину не надо подвергать сомнению, да. Но мы философы, да, и философ свободную мысль считает выше всего. Если моя мысль ведет меня к противоречию с тем, что в истории считалось истиной, да, я это говорю, и аргументы привожу, приводите противоположные, да. Либо тогда не в этой аудитории беседа нужна, да. Мы в философской аудитории философскую беседу ведем. Спасибо, Игорь Иванович, прошу вас. Публика какая неорганизованная. Вместо вопросов речи большие и долгие. То, что мы сейчас выслушали, я беру на себя смелость, как председатель собрания выступать первым, то, что мы сейчас выслушали очередной заряд богоискательства, очередной заряд русского нового религиозного сознания. в поиске Бога сейчас нашли его, на какой он стороне. Ну, что касается самого явления богоискательства, то почему бы и нет? Почему бы и нет? Конечно, обстоятельства вынуждают к этому. Но мне-то хотелось обратить внимание на одно обстоятельство. Мне показалось, что в докладе Игоря Ивановича христианство рассматривается как учение. Конечно же, христианство есть учение. Это верно. Это совокупность множества христианских учений. Но, на мой взгляд, всё-таки христианство – это наиболее совершенная форма общежития, форма существования человека, человеческой культуры, социума. наиболее совершенная, в принципе, разумеется, в принципе, разумеется, наиболее совершенная форма человеческого общежития. И это, на мой взгляд, как-то поворачивает обсуждение в определённом. То есть, христианство – это общество в его идеальной парадигме, в идеальной парадигме его существования. И вот говорить об этом христианстве как искажённом или неискажённом, истинном или ложном, мне представляется невозможным. Как невозможно говорить об Игоре Ивановиче Евлампеве, который сегодня он искажённый, завтра он неискажённый, послезавтра он снова неискажённый, или о себе, конечно, бы надо говорить. Вот. Александр Александрович Ермичёв позавчера был искажённым, ныне стал неискажённым. Понимаете? И в искажённом состоянии я остаюсь Ермичёвым Александром Александровичем. И в неискажённом, и в искажённом. Другое дело, что моё критическое самосознание отстраивает какие-то отношения внутри меня самого, и я, преследуя идеал, хочу быть более истинным, от дня ко дню. А вот функцию критического самосознания в христианском мире, функцию критического самосознания в христианском мире, в христианской жизни, в христианской культуре, в христианской истории выполняет церковь с ее апофатикой и с ее антиномичностью. Понимаете, для того, чтобы быть христианином, достаточно верить в Боговоплощение, в эту тайну. Эта тайна хранится церковью. Которая оберегает, выясняет, углубляет, не знаю, какие найти слова, которая оберегает антиномизм бытия или наблюдает за антиномизмом бытия. Она и вот есть критическое самосознание христианского мира. И христианство и есть постоянное разрешение антиномизма бытия, противоречий бытия. Постоянное разрешение. Гностическое начало, иудейское начало, еще какое-то начало. И в истории постоянно разрешается антиномизм боговоплощения. И в этом разрешении находится место и для мотивов, которые, казалось, когда-то были основной опорой христианства. И, наконец, последнее. Все-таки мы здесь светское учебное заведение. Здесь собрались светские исследователи христианства. И вот эти вот светские исследования христианства должны касаться и могут проводиться только в определенной, довольно ограниченной сфере. А выход за эти светских процессы... А выход за эти процессы все-таки является делом, прошу прощения, профессионалов, священнослужителей. То есть за этими границами действует область предания, а не светского исследования. Вот что я с чего нужно высказать, имея в виду свою должность как председателя собрания. Спасибо вам. Спасибо, Игорь Иванович, за ваш революционно-провокационный доклад. Но я буду больше говорить о книге, поскольку вы мне ее любезно подарили. Это, наверное, одна из самых удивительных книг, которые я вообще держал когда-либо в руках. Удивительно, прежде всего, с своими противоречиями. Я буквально на каждой странице уставал ставить восклицательные знаки и жирные минусы. Вот не знаю даже, чего больше я поставил. Понимаете? И, кроме того, есть еще ряд удивительных качеств. Во-первых, это одна из самых ученых книг, которые я когда-либо читал. Я даже не знаю, с кем можно ее сопоставить, вот из живущих ныне авторов. Ну, ради что с Александром Дугиным. Который 40 томов на Амахе написал. И я знаю, что вы участвуете в его семинарах и печатаете их в силосборниках. Его описание далеко не другое. Ну, другое дело. Во всем случае, я имею в виду такой уровень учености, скажем так. Знания источников, 10 языков, хотя вы открещиваетесь от библеистики. Ну, ладно. Далее, конечно, ваше первое утверждение о том, что религия и философия очень близки друг к другу. Я тоже начинаю обычно с своей книги с этого утверждения. Вы прямо там на первой странице об этом и пишете. Что вообще религия и философия, они неотделимы друг от друга. И более того, я бы даже сильнее сказал, что всякая настоящая философия есть в конечном счете религия, и утверждение определенной веры автора. И в данном случае, как раз в этой книге есть не что иное, как исповедание веры Игоря Ивановича и Лампи. Это религиозная книга, исповедание веры автора. Поэтому и говорить о ней надо именно как о религиозном исповедании веры. Далее. Вот мне очень понравилось, когда он почему-то не упомянул об этом в своем докладе, когда он очень подробно говорит и в начале, и в конце о кризисе современного Запада. Описывает ее абсолютно точно, включая практически уничтожение подлинной философии на Западе во второй половине XX века. Что, в частности, отмечено и Хайдеггером тем же самым. И, конечно, ссылка тут на книгу Кайзерлинга «Америка заря нового мира», который и есть вообще описание вот этой самой зари превращения Бога человечества в дьявола человечества. Кайзерлинг об этом написал еще в 30-х годах XX века. И далее совершенно меня потрясшее утверждение о том, что единственная в мире страна Россия, которая сохранила подлинно романтическое понимание Игоря Ивановича, это гностическое миропонимание, и поэтому Россия принадлежит в будущее. Вот три момента, которые я с удовольствием отмечаю и ставлю знак восклицания. Аксиос. Далее начинается у меня вопрос. А скорее даже, наверное, не вопросы, а минусы. Ну, во-первых, оказывается, что мы живем в мире, созданном злым Богом, исходя из этой концепции, в разных вариантах. То ли это действительно какое-то темное начало в самом Боге, то ли это согрешившая София, падшая София, породившего злого Бога Саваофа, который имеет в виду иудаизм. Но факт, что это факт. Мы живем в создании злого Бога. И тогда вообще получается, что и Бог, и дьявол фактически это одно и то же. А мы живем в аду. И наша задача из этого зла выбраться тем или иным способом. Вот я такому миру билет почтительнейше возвращаю. Вот не знаю, где Игорь Иванович живет, а я живу не в аду. Я живу в падшем мире, возможно, в грешном мире, но не в аду. Второй момент. Оказывается, Иисус Христос – это не Бог, а человек. Как говорят, любят говорить иудеи, Иисус такой же еврей, как и я. Понимаете, вот тут оказывается, что это не безгрешный Господь, сошедший в мир по любви к своему творению и взошедший на крест, будучи безгрешным. А это вот какой-то такой вот человек, собственно говоря. Это человек, да, член иудейской секты Назареев, ученик Иоанна Крестителя. Его учение создано фактически до него в этой секте. Иоанн Креститель был его учителем, сформулировал по-своему эти идеи, вот, а Иисус понёс их дальше, как человек, имевший своих учеников. И, наконец, третье. Понимаете, ну, я могу тут по этому поводу только сказать, что если Христос не Бог, то тогда христианство не религия, а учение. Да, определённое философское учение, которое представляет Игорь Иоанн. Но всё дело в том, что в христианстве важно не само по себе учение, о чём Иисус Александрович уже сказал, самоважна сама личность Бога-человека Иисуса Христа. Если Христос не воскрес, то тщетная вера наша сказка. И, наконец, третье. Человек, оказывается, и есть сам Бог. Вот Иисус не Бог, а человек – Бог. И тогда вообще возникает совершенно странная вещь, да? То есть, я, конечно, согласен жить в компании богов. Игорь Иванович будет главным богом у нас в нашей компании, так сказать. Но, вообще говоря, ведь в каждом человеке есть образ Божий. Это не метафора. Да, действительно, человек создан по образу и подобию Божьему. И в этом смысле просто отождествление Бога с человеком, как делает гностицизм, это удивительный перенос божественной природы на природу человеческую. И удивительно. Есть чёткая формула – не раздельный и не слиянный. И что ещё можно к этому добавить? Да, Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом. А в гностической концепции получается, что человек уже есть Бог по своей природе. Причём Бог... Игорь Иванович так и пишет. Человек есть абсолютное существо. Причём выше морали. Христианство аморально в этом смысле. Выше законов природы, выше законов морали. Он выше всего. И в этом смысле совершенно правильно, что христианство, оказывается, есть не религия Бога, а есть религия человека. И тут вообще как бы Бог не нужен особенно. Бог уже есть. Вот Он. Вот мы все здесь сидим. Ну, а после этого начинается закат Европы. Которая, во многом я тут согласен с Игорем Ивановичем, да, но только она, начиная, наверное, как раз с эпохи Возрождения, именно возомнила себя человека Богом. Не Бога человеком, а человека Богом, как раз вот тем самым существом, о котором спорит Кирилл Ившатов в бесах Достоевского. Да? Что такое Возрождение, да? Это обожествление телесного, конечного и смертного человека. Прежде всего, обожествление его телесности. Вспомните Моно Лизу Джакондо Леонардо да Винчи с ее лукавой улыбкой на фоне космического пейзажа. Вот вам идеальный тип ренессансного человека. И сколько написано книг о смысле этой лукавой улыбки. Далее идет романтизм, да. Это обожествление человеческой мечты, человеческой свободы, человеческого полета неизвестно куда. В конце концов прилетает и Байрон, и Лермонтов, известно куда. И Бадлер какому персонажу на букву «Д» начинает. Ну, о немецком идеализме я вообще не говорю при всем моем уважении гениальности этих людей. Когда обожествляется человеческий разум, человеческий ум, то ему позволено все. И эти гениальные конструкции немецкого классического идеализма есть не что иное, как построение свободной интеллектуальной вселенной, в которой возможно все, потому что эти мысли, суть мысли самого Бога, как они существовали до сотворения мира. И профессор Кант, и профессор Гегель, и все остальные профессора это точно знают. Как это было до сотворения мира? Ну, а дальше идет, простите, Достоевский Федор Михайлович, у которого, да, действительно есть особые люди, гностики. Ну, например, Оскольников, например, Сведригайлов, которому является тень его убитой жены. Или тот же Кириллов, например, да, который прямо говорит, если Бога нет, то я Бог. Ну, и потом, как известно, кончает с собой. Вот. Ну, Хайдеггер пишет, нам теперь поможет только новый Бог. Какой новый Бог? Что имеет в виду? Кого имеет в виду Хайдеггер под новым Богом? Ну, очевидно, самого себя, если он последовательный гностик, потому что других Богов для него нет. Вот. Ну, и заканчивая свое краткое выступление, хочу сказать, что в русской культуре, вообще в православии вот такого торжествления Бога с человеком никогда не было. И в этом смысле православная мистика, да, она существует в православии. Православие, ортодоксальное православие, вовсе не сводится к набору догматов. Это глубинная мистическая религия. Глубинное мистическое христианство, и в этом смысле оно всегда было таким. И в богословии, и начиная с тех же самых умён, которые употребляет и поминает Игорь Иванович, да, и Дионисий Арифагит, и Максим Исповедник и так далее, да, и Анн Скотт и Реугена, это во многом, конечно, перевод Арифагитик, и это Максим Исповедник. Ну, и далее. Я уж не говорю об архитектуре, музыке, поэзии, выросшей на основе православного христианства и православного переживания Бога, как интимно-близкого, истинно-близкого существа, да, который есть и в тебе, и вне тебя, который абсолют, но который не содержит в себе тьмы. И творит мир исключительно по любви, и это единственная его характеристика. И главное. Ну, и последнее. Вот есть такой современный поэт Тимур Кибиров. Я вот маленькое стихотворение его прочту в конце, прямо относящийся к нашей теме. Их-то Господь вон какой, он-то и впрямь настоящий герой, без страха и трепета смертный бой ведет за собой правоверных строй, и меч полумесяцем над головой, и конью мчит стрелой, а наш-то, наш-то, гляди, сынок, а наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. А у тех-то Господь вон какой, он-то и впрямь дарует покой, дарует, вкушает вечный покой среди святопляски мирской. Но страсти-мордасти махнув рукой, в позе лотоса он осенен тишиной, осенен пустотой святой. А наш-то, наш-то, увы, сынок, а наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. А у этих Господь, ого-го какой, он-то и впрямь владыка земной, сей мир, сей век, сей мозг головной давно под его пятой, вкруг трона его веселой гурьбой, эвен ой, эвое пляшет рот людской, быть может и мы с тобой. Но наш-то, наш-то, не плачь, сынок, но наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей, навстречу со страшной смертью своей, навстречу со смертью твоей и моей. Не плачь, она от него не уйдет, никуда не спрятаться ей. Спасибо за внимание. Вопросом, конечно, нельзя ограничиться, поэтому я его сознательно не задавал, чтобы не вызывать раздражение ведущего. Именно по этой причине, да. Но, конечно же, суть нашего выступления была в том, чтобы пробудить нас на обсуждение. Игорю Ивановичу это удалось. Это, бесспорно, пожару, самое большое достижение, поскольку для подобных семинаров, если бы люди уходили, значит, скучными после выступления, значит, семинар бы провалился. Игорь Иванович, вы не провалили семинар. Теперь я хочу все-таки некоторые моменты подчеркнуть, поскольку я сейчас вспоминаю, что уже лет 10 Игорь Иванович с этой мыслью уже выступал, похожий, который теперь выразился в книге. Я ему говорил о том, что на уровне раннего христианства говорить о христианстве как уже о сражившейся системе взглядов религиозных, религиозно-ферософских и даже ферософских, конечно, еще нельзя. Христианство раннее только формируется, только развивается и достигнет своего, как бы, оформления, ну, по крайней мере, после, значит, эпохи Вселенских соборов. Поэтому говорить, что уже вот в самом начале христианства было как некое единое сформированное учение, конечно же, нельзя, конечно же, нельзя. Возможно, оно начинается как учение, но становится религией намного позже, вот ортодоксальной религии намного позже. Дальше, конечно же, мы неоднократно слышали, как Игорь Иванович подчеркивал, что он предрагает гипотезу, да, несколько раз это было. Однако эта гипотеза предрагалась, как уже несомненная истина. Вот, и уверенность Игоря Ивановича в том, что его гипотеза истина, наверное, значит, ну, это нормальное, может быть, явление. Но тогда все-таки, видимо, не стоит так подчеркивать, а это проходило несколько раз, что это именно гипотеза. Вот, гипотеза все-таки предпрагает возможность не то чтобы проверки, но в том числе и отказа от того поражения, которое мы, значит, крадем в основу этой гипотезы. Собственно, в этом ее суть, да. Нужно всегда быть готовым отказаться от той гипотезы, которую ты предрагаешь. В том числе и на основании обсуждений. Ну, честно сказать, редко бывает, чтобы автор, который потратил большое время на книгу, например, после входа дискуссии или в результате дискуссии, отказался бы от своих взглядов. Но всегда все-таки хочется, чтобы эти взгляды, которые мы предрагаем и в выступлениях, и в вопросах, они бы были вами восприняты как, может быть, повод какие-то вещи пересмотреть. Далее, значит, я хочу сказать вот о чем. Вот, честно говоря, меня, мой эстетический даже слух, немножко покоробило то, что Игорь Иванович всегда подчеркивает, что вот это как бы оригинальная, абсолютно раньше не представленная версия. Для того, чтобы выразить какое-то грубокое понимание истории христианства, хотя у нас здесь речь идет не об истории христианства, вы бы меня, наверное, сразу поправили, речь идет о том, чтобы предложить свою фирософию истории фирософии, которая, значит, выражена в том, что основой является гностическая версия христианства. Вот. Так вот, все-таки говорить о том, что твоя гипотеза является, значит, предлагает абсолютно какое-то новое видение, дело даже не в том, что это нескромно, но всегда можно найти как бы предшественников, ничто, и, как известно, не появляется на пустом месте, да. Вот. И, по-моему, здесь все-таки не совсем это корректно, не совсем это корректно. Дальше хочу обратить ваше внимание на то, что, ну, вопросы о происхождении, генезисе христианства, конечно, имеют богатую историю, но давайте все-таки не забывать, что в развитии всегда есть несколько ветвей. Вот синергетика неоднократно нам подчеркивает, что вот в точке бифуркации, да, всегда есть несколько направлений развития, и выбирается одно направление, другие же направления, они не исчезают, но не получают такого признания, такого утверждения, легитимации и так далее. Поэтому то, что наряду с ортодоксальным христианством были и какие-то иные ветви, это вполне естественный процесс. Более того, они вполне могли вступать в общение с ортодоксальным христианством, и ортодоксальное христианство не означает, как бы, железный занавес. Оно, тем не менее, всегда было способно откликаться на это. Да, может быть, не обязательно, чтобы оно принимало эти маргинальные или даже вот еретические направления, но так или иначе она их учитывает. Кстати, отношение к Оригену это показывает. Значит, судьба самого Оригена драматична, даже, как мы знаем, трагична, но его мысль находит развитие, я подчеркиваю, не повторения, а развитие, например, у тех же каппадокийцев, у того же Максима-исповедника, который здесь был упомянут, но все-таки как раз вот эта фигура, я считаю, что она заслуживает большего внимания, потому что он как раз показывает, что он от Оригена не берет, а что он берет и притворяет вот в направлении ортодоксального христианства. Поэтому, на мой взгляд, как раз уместно говорить о святых ортодоксальных православных фирусовах, так же, как уместно говорить, например, о святых воинах, святых правителях, есть, в том числе и в иконографической такой сфере, образ святого православного фирусофа, и не только в иконографической сфере, но и в сфере текстов, потому что, конечно же, не все святые фирусофы, но есть иногда, и это не исключение, сочетание святого и фирусофа. Вот, если и называть, то, конечно, это Максим Исповедник, которого тот же Владимир Соровьев признал самым глубоким мыслителем христианства своего времени и одним из самых крупных фирусофов. Это, конечно, каппадокийцы, это, конечно, Ян Дамаскин, Григорий Парамо. Я сейчас специально называю имена, которые в православной и в целом христианской церкви почитаются как святые, но при этом являются глубочайшим и фирусофом. Понимаете? Поэтому, конечно же, вот так четко разделить, провести такой четкий рубикон, что вот здесь фирусофия, а здесь религия, конечно же, нельзя. Мы знаем, что эти две формы, они взаимодействуют, и иногда, если мы берем такие примеры, которые я назвал, это происходит очень продуктивно, и причем эта продуктивность в обе стороны. Это продуктивно и для фирусофии, и для религии. Понимаете? И сихазм как раз это, по-моему, очень хорошо показывает. Поэтому, конечно же, я, к сожалению, еще не читал эту книгу, и наверняка каким-то деталям можно, не то чтобы придираться, но выстраивать какие-то конкретные замечания. Но, значит, такой возможности у меня не было. Выступление Игоря Ивановича, это, я бы сказал, все-таки не религиозное исповедование, а скорее вот именно новая версия фирусофии, истории фирусофии. Вот в этом как бы контексте такой подход, наверное, как бы допустим. Хотя некая безапелляционность, она все-таки прорывается, и не очень как бы она совмещается вот с этой гипотетичностью. По-моему, все-таки здесь нужно, значит, ну или отказаться совсем от гипотезы, ну как бы говорить, что ты придрогаешь истину вроде не очень корректно, не очень как бы камильфо, да. Но, тем не менее, значит, или тогда вот эту безапелляционность тоже немножко как-то умереть. Но в целом, в любом случае, придрожженные как бы интерпретации, естественно, не имеют право быть. Естественно, они могут, как говорится, помочь, в том числе и ортодоксальному мышлению по-новому, значит, какие-то вещи осмыслить. Но это не означает, конечно, что мы должны это принимать. Игорь Иванович, я думаю, на это тоже не рассчитывает, чтобы мы это приняли, да. Но он предлагает свое видение. Это видение стоит на определенных позициях. И, судя по всему, это позиции не православного фирософского мышления, а несколько иные позиции. Скорее, здесь идет речь не о синтезе, значит, православия и фирософии. Повторяю, такой синтез, на мой взгляд, очень продуктивен. И, значит, недооценивать его было бы просто неправильно. Но, на мой взгляд, Игорь Иванович от гностицизма делает выводы о всем христианстве. И еще одно маленькое последнее замечание. Опять-таки, я вижу, вы на меня уже смотрите наставительно. Так вот, говоря о отношениях Бога, мира и человека. Значит, конечно, масштабная фундаментальная тема. И я очень благодарен, что Игорь Иванович не побоялся эту фундаментальность представить, в том числе и в радикальных формах. Потому что это форма выступления. Здесь нужно, ну, по необходимости какие-то радикальные формулировки. Но я бы просто хочу обратить ваше внимание на то, что в православии эти вещи решались в том числе через понимание отношения образа и первообраза. Кстати, эта проблема, она прекрасно представлена и у Дионисия Реопадита, и у Максима Исповедника, и у Иоанна Заратауста. И эта проблема подлинно как бы фирософская, ее 20-й век открывает благодаря трудам неопатристиков, неопатристики. И она многие вещи, о которых вы говорили, позволяет увидеть совершенно в другой перспективе. Поэтому, значит, заканчивая опять-таки, я обращаю внимание, что вот, например, такие глубокие исследователи и представители неопатристики, как тот же Владимир Николаевич Русский, который как раз посвятил довольно много работ Дионисию Реопадиту. Ну, я не буду каждый раз говорить о псевдо. И тем не менее он показывает, что это ортодоксальный православный мыслитель, потому что чаще всего ему предрагают обвинения, что он как бы неопатронник. Но тем не менее, значит, вот это зерно гностицизма, которое, значит, в воздухе, видимо, вот этих веков, первых веков христианства, это зерно можно было, и, по всей видимости, так оно и было, трансформировать в православное христианство, в православную мысль, в православную фирософскую мысль. И, может быть, если у Дионисия это выражено не так очевидно, то вот, например, у Каппадокийцев, о которых вы, кстати, ни разу не упомянули. И, конечно, опять-таки, форма выступления – это святое. Но, тем не менее, ваш выбор был сделан Ориген, Реугена и, значит, Дионисия Реоподит. Но мы можем назвать и более, не менее значимых христианских православных фирософ, те же самые Каппадокийцы – Григорий Богасров, Григорий Низкий, Василий Великий, наконец, не говоря уже о том же Максиме Исповеднике, в котором это уже интерпретация далеко не так очевидна. Поэтому обратите внимание на эту диалектику образа и первообраза. Я не хочу тут более утомлять вас, но, по-моему, это очень важно. Спасибо. Я благодарен докладчику за широты доклада «Охват эпох, людей». И вот я хотел понять, а что же главное? Вот что объединяет все вот эти выступления, все эти высказывания? И я пришел к тому, что антиперсонализм. Вот это, можно сказать, соблазн всех философов. Вместо Бога – абсолют. Это Владимир Соловьев отрицал личность. И вот этот как бы соблазн, он и победил. Человек уже не личность. Значит, он уже переуплощается, не отвечает за свои личные грехи. Абсолют – это же не Бог-Отец. Это не ипостаси, это не Святая Троица. Вообще. Ну, я не буду там дальше, потому что выступающие очень много проблем затронули. Или там человек – Бог. Бог по благодати, а не по рождению. Это тоже не отрицает. Ну, и чтобы не задерживать, я, может быть, резко тоже, но, тем не менее, так докладчик выступал. На мой взгляд, это ересь, это компот ересей гностических. Спасибо. Спасибо. Я, конечно, не буду норовоучительных моралей докладчику читать. И очень поблагодарю, я даже вам скажу, что я от сегодняшнего заседания в восторге. Конечно, Игорь Иванович, как последователь пантеизма, так сказать, склоняется к версии такого, я бы сказал, методологического плюрализма. Но и хорошо, за дело заживое. Я напомню, почему, что хорошо. Ведь вы, понимаете, напомню вам, что, насколько я понимаю, наш семинар – это некая реинкарнация так называемых религиозно-философских собраний. И доклад Игоря Ивановича, самый лучший финал закрытия сезона, по-моему, лучше не придумать. Несколько лет назад я слушал французского социолога религии. И он высказал тезис, с которым я начал спорить. Он сказал, что вообще по его исследованиям мировым, он в мировом исследовании, религиозность возрастает, а конфессиональность падает. Я начал с ним, конечно, спорить. Но извините, ведь конфессиональность – это конфессия. Какая главная задача конфессии? Это сохранять единое понимание и толкование истинного или естественного христианства. А если религиозность возрастает без конфессиональности, то за счет чего? Первое – сектанство. Второе – концепт личного бога. И третье – псевдорелигии. Ну, типа, как мы слышали, там, летающего макаронного монстра. Причем концепт личного бога – самое сложное, потому что его даже язычники не допускают. Личного бога не может быть. Бог может быть только един для всех, даже если их много богов. Но они одинаковые. И здесь я возвращаюсь опять к нашему семинару, к исходному тезису и замечательному выступлению Игоря Ивановича. Вот скажите, если мы говорим о религиозных философских собраниях, то сколько среди наших участников постоянных священнослужителей? Да, бывают и редкие эпизоды. Например, в этом сезоне, за много-много-долго, на доклад Исаулова о Достоевском было четыре священника. Один из них в штатском. Сегодня, слава Богу, вот у нас есть представитель. А еще есть более глубокий, более злободневный вопрос. А скажите, а много ли вы знаете священников, которые вот сюда выйдут на трибуну и сделают философский доклад? Не богословский, а философский. Я тут не видел претендентов. Вы понимаете? В нашей истории было, я помню. Вы знаете, был такой игумен Вениамин, очень активный и не раз выступавший. И много раз... Это было давно, но он был. Он там был заштатным и так далее, но не важно. Я, конечно, не сомневаюсь, что... Вот если мы говорим об академии тех, кто ассоциированы, конечно, таких много. И вот шикарный представитель, очень, очень образованный специалист. В этом у меня нет ни малейшего сомнения, поскольку я много-много раз его слушал. Вот я поэтому и предлагаю всегда... Вот вам уже не раз говорил, что я горячо поддерживаю проект Дмитрия Кирилловича, вот этот теологический, о том, чтобы... Ну, как я понимаю, по расширению квалификации, повышение компетентности священников. Вот наш семинар – это отличная площадка, где они могут выйти в общество. Ведь наш семинар – это модель общества. Скажите, а где церковь? Она там, внутри ограды. Она никогда не выйдет в публичное пространство. И чем дальше, тем больше. Чем дальше, тем больше на них накладываются ограничений. Им запрещаются вести блоги, им запрещают заниматься психологией, еще много-много чего. К чему это приведет? Церковь – это традиционный институт, который нужно всячески сохранять. Поэтому вот я предлагаю... Может, вы выступите с докладом, у меня нет ни малейших сомнений. И, может, мы как-то эту возродим традицию, и будет большая польза. Спасибо. Игорь Иванович, как инициатор этого процесса. Касается Игоря Ивановича, конечно, доклад очень интересный, но в то же время и чудовищный, с моей точки зрения. Но вот этим он, наверное, больше всего и поражает. Я подобных докладов, в общем-то, давно не слышал, наверное, с советских времен. Вот когда так говорили, что Христос не воскрес, конечно, он просто человек. Значит, да, ну да. И вот появляется вот такая фантастическая, другая совершенно концепция мира и спасения вообще человека. Но гностики, конечно, были противоположны христианству, уже потому, как они определяли Бога, да. Во-первых, это двоебожие, да. Это, во-первых. Во-вторых, как они определяли этот мир, как злой мир, конечно. Абсолютно злой мир. Материя абсолютно злая. Значит, кроме того, как они определяли человека, да, опять-таки, да, ну что, ну да, душа в темнице. Вот тело – это темница для души. Ну, такая традиционная, языческая, платоновская, начиная от Платона, такая концепция человека. Конечно, в этом смысле ничего общего с христианством нет здесь. С точки зрения спасения, опять-таки, ничего нет, потому что для гностика главное знание, тайное и истинное знание. Для христианства – это прежде всего Христос, покаяние. И, конечно, это таинство церкви. Вот теперь вот кажется, Иван Киреевский писал, правильное направление философии зависит от того, как человек правильно понимает догмата Святой Троицы. Он писал, вот если правильное понимание догмата Святой Троицы, то есть православное понимание, зависит, вот от этого зависит правильное направление философии. Ну, видимо, в этом уже, уже, так сказать, вот кроется все остальное. Ну, а кроме того, вот, конечно, с точки зрения философской части тут никаких вопросов нет, потому что это право философа иметь свою концепцию, так сказать, в отношении истории и философии вообще, пожалуйста. Но вот что касается религиозной части, ну, вот, во-первых, вот вопрос Христос Назарей. Кто такие Назареи? Значит, это люди, которые, они верили во Христа, они, так сказать, приняли веру в воскресение Христова, что Христос есть сын Божий, и в то же время соблюдали закон Моисеев. Вот они соблюдали такое иудео-христианство. Но так как Христос был из Назарета, то, естественно, его называли Назареем тоже, ни больше, ни меньше. Но никак, никакого отрицания иудаизма, или наоборот, чтобы иудаизм как бы поглотил христианство, в этом нет. Несомненно, этого нет. Вот, это во-первых. Во-вторых, что еще надо сказать? Конечно, для православия Христос и воскресение, ну, никто не верует в воскресение Христова, тот уже не христианин сразу. А что такое русская культура, русская философия, да и вообще русская цивилизация без воскресения Христова? А вообще христианская цивилизация, возможно, без воскресения Христова? Конечно, нет. Это просто невозможно. А где я такое говорил? Что Христос не воскрес? Да, имеется в виду, конечно, воскресение Христово, потому что победа над смертью, Христос, так сказать, принес нам спасение от власти греха, дьявола, смерти и царства Божия. И на этом, конечно, строится и вся русская культура. И потом, вот по поводу теперь Достоевского, ну, трудно согласиться с тем, что Достоевский гностик. Ну, вот идея Достоевского, а помните, он говорит, самая главная идея в человечестве – это идея бессмертия души, которую он связывал, конечно, со Христом, прежде всего, с воскресением Христа, Спасителя. Ну, вот в этом смысле он пишет, может быть, единственная любовь народа русского есть Христос, и он любит его по-своему, то есть дострадания. И никакого гностицизма здесь нету, здесь апостол православия, апостол Христа и бессмертия души, с моей точки зрения, конечно. Почему, собственно говоря, Достоевский и приводит, и сегодня, и всегда будет приводить людей именно ко Христу, потому что он действительно апостол воскресения Христова. Ну, вот, ну и по поводу церкви. Ну, вот апостол Павел как-то писал послание Каласянам. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Ну, вот, что касается церкви. Церковь есть толпы утверждения истины, по словам апостола Павла. Поэтому она и является хранительной истинной веры во Христа, истинного христианства, конечно. И если бы это было не так, то две тысячи лет бы заказывать, что это уже правота. Сколько империй и цивилизаций пали, исчезли, а церковь осталась. Да что там говорить, советский период, 70 лет был воинствующий атеизм, который стирал просто в порошок, хотели физически уничтожить, а потом идеологически церковь. И что? И ничего не вышло. И вот это уже само по себе говорит о многом, о победе как раз. Потому что церковь – это не просто человеческий институт, а это богочеловеческий институт. Да, действительно. Как Христос, как писал Иустин Попович, как Христос Духом Святым в церкви, так Церковь Духом Святым во Христе. Спасибо за внимание. Я считаю возможным для себя сказать тоже несколько слов, уже как бы не как вопрос, а как некоторые, так сказать, свои соображения, выступления такое. Очень правильно прозвучало то, что христианство – это не учение. Да, безусловно, христианство – это не учение. Христианство – это прежде всего возможность приобщения к Богу во Христе Иисусе. Самое важное во Христе Иисусе – это не учение, а Он Сам, Его Личность, богочеловеческая Личность. В Нем есть возможность встретиться двум абсолютно разным природам. Различия между Богом и сотворенным им миром некоторые сравнивают как различия между поэтом и сочиненным им поэмой. Это неприходимая пропасть. И это соединение в общении, оно возможно только в силу того, что у нас одинаковый образ бытия. Как Бог, личность, точнее, три личности, так и человек, сотворенный по образу Божьему, есть тоже личность. Мы встречаемся как личности, но не бывают возлюбленные ипостаси без природы. Каждая личность в соединении между личностями, субъект-субъектных отношений всегда происходит общение природных свойств. Поэтому Христианство говорит именно об обожине, в котором мы остаемся сами собой, как личности, а при этом, соответственно, мы достигаем обоженность, приобщение к бытию Божию, вечному, блаженному, неизменному. Здесь возникает еще один аспект, который я хотел бы осветить. Когда мы говорим о вере, то я бы хотел все-таки акцентировать ваше внимание, что вера – это не есть уверенность. Точнее, эта уверенность тоже есть. Это как бы такое плоское, что ли, понимание. А вера – это лучше, чем Владимир Николаевич Лоский сказал, не скажешь. Вера – это антологическая связь с Богом, связь внутренне-объективная. То есть это, прежде всего, действительно связь с Богом. Поэтому человек верующий, он видит везде Бога. А у кого этой связи антологической нету по бытию с Богом, он нигде его не видит. Он говорит – ты безумствуешь. Он говорит – ну как же, ты посмотри, он везде, и в твоей жизни, везде. Он говорит – я не вижу, ты безумствуешь. Почему же у него нету этой связи? Поэтому еще раз важно здесь акцентировать, что само по себе, как бы, христианство, само христианство – это не учение, а это прежде всего Бога, человек Христос. Это самое важное в христианстве – сам Христос. Поэтому и само христианство носит его имя. И следующее, что еще сказать важно. Вообще, мы все говорим сейчас накануне Пятидесятницы, сошествия Духа Святаго, начало церкви, рождение церкви, день Пятидесятницы, день Святой Троицы. И именно сошествия Духа Святаго, оно позволило церкви выбирать из тех многих сочинений о Христе Иисусе, те, которые являются действительно отражающими Христа Иисуса, а главное – не размывающими. Все самое главное, что есть во Христе Иисусе – это спасение. Называется сатриология. Поэтому мысль отцов, она сатриологична. Они мыслят не абстрактно о Христе Иисусе и текстах различных. Они мыслят о том, а это разрушает наше спасение или нет. А спасение в том, что Бог стал человеком, чтобы человек стал сыном Божьим. Если это разрушается, значит, это не истинно. И церковь сама, которая есть богочеловеческий организм, а церковь – это из тела Христова, она выбирала из этих сочинений многих то, что является ее, ее по духу. И церковь сама себе становится телом Христовым, конечно, участвуя в таинствах церкви. Мы приобщаемся Бога не только духом, но приобщаемся Ему, приобщаясь Ему к человеческой природе, причащаясь к телу и крови Христовым. Мы становимся Ему сотелесными. И апостол Павел не зря пишет, что Бог есть спаситель тела, а не только души. Поэтому здесь хотелось бы еще отметить такой момент. Конечно, в этом мире, можно сказать, вот для нас сотворенных существ Богом и в самом Боге, что главное высвечивает – это общение и инаковость. Для нас всех очень важно общение. Здесь собрались все для общения. Общение возможно только между инаковыми. Согласитесь со мной? Если мы все абсолютно тождественны, какое может быть общение между нами? А если мы инаковые, то нам необходимо общение. А откуда это в нас? У нас не может ничего не появиться, если мы не будем внести в себе печать Творца, который строится, который действительно общение и инаковость. Инаковость трех в единой природе, которая пребывает в неизреченном общении. Поэтому и для нас это важно. И вот те выступления, которые я слышал насчет важности этих собраний, они очень действительно актуальны. Нам никто, кстати, не запрещает, знаете, говорить где-то, блоги какие-то вести, что-то выдумали немножко там. Бывает некогда там где-то там немножко это скажут, что это посторожнее. А так, в общем-то, мужем я вот... Я сейчас сегодня ехать не хотел. Мой епископ, секретарь епархиальный. Он говорит, поезжай, надо, говорит. Я говорю, что я устал, говорю, мне из Выборга сейчас ехать. Я говорю, там обратно в Выборг, я чуть живой. С утра сегодня работали. Он говорит, не-не, все, поезжай, надо обязательно все архиерей. Поезжай там, если там какой-то семена, обязательно. Так что нет, меня заставили вообще сюда поехать. Мой правящий архиерей, понимаете, вот такая вещь. Да, и надо отдать должное, действительно, Игорю Ивановичу, в том, что он этим очень, я бы сказал, провокационным выступлением заставил нас немножко подумать. Для нас, конечно, рефлексия по поводу Христа Иисуса, то есть христология, и по поводу Троица, триадология, она, знаете, всегда требует какой-то провокации. Есть провокация. Мы реагируем. Вообще, богословие всегда реакционно. Оно всегда является ответом на некоторые опасности для спасения человека и тех, кому мы хотим, чтобы они были вместе с нами. Что и Господь хочет. Потому что Троица, которая пребывает в этом единстве трех, вообще не на кроссе, хочет умножить общение. Для этого мы сотворены, для того, чтобы тварными личностями войти в общение с Пресвятой Троицей. Спасибо. С наступающим праздником Пресвятой Троицы, Пятьдесятницы Вас. Уважаемые коллеги, да, Дмитрий Кириллович Богатырев, наш ректор, просил меня выступить и поблагодарить сердечно Сергея Игоря Ивановича, который, конечно, давний друг нашей Академии, и наш общий давний друг. Очень многим мы, конечно, ему обязаны и его работой, и его научным вкладом. И сегодняшним выступлением. Разумеется, здесь очень важно для нас. Все-таки истина, она во взаимодействии мысли, не во взаимодействии личностей, поэтому мы охотно предоставляем нашу площадку для обсуждения научно обоснованных, дискурсивно развернутых суждений. Это не значит, что мы и разделяем точки зрения наших докладчиков. В данном случае, скажем, мы на 180 градусов находимся на позициях противоположных того, что говорил Игорь Иванович. Ну, как мы? Если рассматривать Академию, как вот то, что Гегель, скажем, в феноменологии называл, всеобщее самосознание в его локальном выражении, понятно, что отдельные люди могут занимать здесь у нас разные позиции. Но вот если попытаться выставить такой интегральный взгляд, то, конечно, для нас гностицизм – это не форма христианства, там, ортодоксального, неортодоксального, это форма сатанизма, которая является скрытой апологетикой зла, смерти, небытия, и таким он и проходит через историю культуры. Гностическое мышление несовместимо с философской формой мышления. Я во всём многообразии слова «формы» хотел бы здесь подчеркнуть. И что касается философии, тем более немецкого идеализма. Вот Александр Александрович не даст соврать, я уже 50 лет немецким идеализмом занимаюсь. Ни Кант, ни Фихте, ни Гегель несовместимы с гностицизмом, и скорее это такое логическое замыкание основного аргумента отцов церкви против гностицизма, но я, по крайней мере, так в своих работах многочисленных и пытался это показать. Ну и кроме того, я очень хотел тоже отнестись к тому взгляду на Достоевского. Всё-таки наша Академия не носит имя гностика. Скорее наоборот, Достоевский, как и Фихте, как и Гегель, это наилучшая прививка против гностицизма и гностического мировоззрения. Но, тем не менее, истина сильна, поэтому любые точки зрения, обсуждения, идеи мы здесь принимаем. И ещё раз сердечно благодарим Игоря Ивановича. При всём и мировоззренческом, и методологическом, и философском разногласии мы благодарим за это глубокое, интересное и по-своему обоснованное выступление. Спасибо большое. Итак, коллеги, сейчас заключительное слово Игоря Ивановичу. И в 512 аудитории вы можете, выключая перед дорогой домой. Да, спасибо, коллеги, особенно два последних выступления внушают оптимизм, что действительно здесь всё-таки мы должны в диалоге таком дружеском эти проблемы обсуждать. Я с удивлением всё-таки должен сказать, коллеги, ну вот не надо видеть в докладе того, чего у него не было. Вот в некоторых выступлениях резких, да, я видел суждения, которых я вообще не говорил, и это невозможно. Христос воскрес, мы христиане все. Как это можно утверждать, что я это где-то сказал? Где я это сказал? Нигде я это не сказал. Христос воскрес. Но другое дело, Бог он или человек? Он воскрес как человек. Так это ещё более радикальная, ещё более фантастическая мысль. Я хочу привести в пример фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублёв». Ну вы знаете, я книгу написал об Андрею Тарковском. Там в центральном эпизоде фильма Тарковский именно эту проблему приписывает. Там Андрей Рублёв и Феофан Грек беседуют. И Андрей Рублёв как раз такой совершенно парадоксальный, ну Рублёв Тарковского, конечно, совершенно парадоксальный тезис говорит, если бы он был Бог и воскрес, люди должны были его возненавидеть, потому что он воскрес как Бог, они-то любили его человеком. Нет, вот Тарковский ровно сторонник вот этой версии, где-то Христос именно как человек воскрес, это особенно парадоксально. Но не буду продолжать, это уже дальше надо развивать все эти концепты. И второй вопрос, ну опять, слушайте, я, видимо, вот я, наверное, сколько уже, десятый раз, наверное, как минимум за последние лет пять выступаю, и каждый раз я заканчиваю одним и тем же. Вот те, кто меня уже слушал не раз, я должен извиниться, потому что я снова должен сказать то же, что я каждый раз вынужден говорить в конце. Мне, похоже, надо вначале это говорить. Почему-то из моего доклада выводит тезис о том, что я против церкви. Где я это говорил, что я против церкви? Я историю изучал, я за церковь. Я, церковь, безусловно, позитивные элементы общества европейского и нашего общества, всегда и везде говорю, да. Но, если говорить о социальном, о политическом, безусловно, положительном. Я даже, действительно, вот у меня масса работ с критикой западного общества. Первый признак деградации духовной западного общества – исчезновение религии и церкви. Безусловно, деградация. Безусловно, положительный фактор церкви, да. И тут не надо спорить. Ну, те, кто меня знают, мои друзья, у меня церковных друзей полно. Я в Свято-Тихоновской академии регулярно выступаю с докладами в Москве. И прекрасно друг друга находим, как бы, в диалоге, да, мы с людьми оттуда. Не надо вчитывать то, что не говорилось. Я еще раз повторю. Но принципиальный вопрос. Я философ. И вот я не случайно Булгакова все время, Сергей Николаевич, отца Сергия упоминаю. Ну, вот он очень четко это сформулил. К сожалению, мы живем в такой эпоху, когда выяснилось, что между церковным сознанием и философией есть противоречие. Ничего с этим не сделать. Это обсуждать надо. Обсуждать, попытаться найти эту координацию. Действительно, здесь вот пример религиозных философских собраний начала 20 века у нас же в Петербурге, 901-903 годы, очень показателен, да, когда светские философы, идеи или церкви пытались вот эту точку соприкосновения найти, да. Действительно получается, что когда мы начинаем философски ставить все те проблемы, которые богословие ставит, мы приходим к весьма иным результатам, да. И тогда, раскручивая всю эту парадигму, да, ну, приходится говорить о том, что да, и вот так можно историю видеть, да. И тут ничего не сделаешь, повторю, ничего из этого отрицательного для церкви не следует, да, хотя следуют некие вещи для истины. То есть вот реально, что я против церковной позиции, реально утверждаю, что нет действительно в церковной позиции не вся истина. Истина, искаженная, может быть, истина, да, но не вся истина, да. Вот когда церковь говорит, у нас вся истина, вот тогда я не согласен, как философ, да. А то, что это истина, это важный институт, это полезный институт, который в истории, особенно русской культуры сделал, ну как, я историк русской культуры, как я могу говорить, что церковь это отрицательное, не могу это и не говорю никогда, я о другом говорю. Ну и теперь буквально пунктиром о некоторых вещах, действительно, еще раз повторю, тоже невнимательно мои коллеги меня слушают, я говорил, что я не библеист, то, что относится к истории раннего христианства, я не имею права говорить, что я знаю, я говорю, это гипотеза, но то, что относится к истории философии, вот это вторая часть, мистический пантеизм, история философии, я утверждаю, что это я убежден в этом, потому что всю свою жизнь я занимаюсь историей философии, русской и западной, и как раз в этом я уверен, а по отношению к библистике, да, я вот беру то, что есть, если там новые данные появятся, выяснится, но тогда я действительно скажу, что эта гипотеза не подтвердилась, сейчас, мне кажется, она подтверждается всем, что я знаю из области библистики, ну и опять же, ну, не в Аду мы живем, совсем не в Аду, и еще раз повторю, гностицизм, точнее, гностическая традиция, гностическая традиция, гностическое христианство, гностическая традиция философии, это очень разные вещи, гностический миф очень быстро исчез, нет, и у Оригена уже нет никакого ада, мы живем в прекрасном мире, буквально по памяти цитирую, наш мир, это словно огромное, прекрасное животное, одухотворенное Духом Божиим, вот такая красивая фраза, да, это возрождение, в третьем веке Ориген уже в этом чудовищной эпохе, кровавая тоже, да, и он уже видит вот этот идеал мира как совершенного, да, то есть он предвидит эпоху возрождения с этим идеалом прекрасного мира, в котором мы живем, да, никакого ада у Оригена уже нету, да, это останется мифологемой такой любопытной, которую некоторые применяют именно как такую детскую сказку, если хотите, да, вот говорят, что мы в Аду, да, но в реальности совсем не так, философы все-таки от этого быстро ушли, да, ну вот, наверное, такие, ну, и я полностью солидарен с первым выступлением Александра Александровича, конечно, действительно, как бы, нет, церковь – это духовность, это позитивная организация, и многим она помогает, и прекрасно это, да, но не об этом речь, понимаете, не об этом, об истории, и если в истории такое было, ну, не надо просто на это закрывать глаза, если церковь будет на это закрывать глаза, тогда это будет плохо, но мне кажется, что, к счастью, нет, в общем, есть диалог нормальный, да, спасибо. Спасибо.